Георгий, привет! Привет! Здорово! Давайте представлю вам Георгия. Георгий основатель компании Skyeng. Это самая большая онлайн-школа английского в России и СНГ. Делают они 800 миллионов рублей в год. Они больше, чем English First сейчас. То есть, ну, ребята крутые, выросли очень быстро. Буквально недавно мы с Георгием, когда знакомились, они делали еще в 6 раз меньше. И там просто очень клево все выстроено и по продукту, и по компании. И сегодня мы залезем прямо вот в компанию Георгия, узнаем их цифры, разберемся в механизмах, так, чтобы и вы тоже смогли сделать нечто похожее, если захотите. Давай начнем с того, как вы, вот из чего слагается эта цифра. То есть 800 миллионов рублей в год. Там какие это продукты? Ну, вообще, как устроен продукт? Давай с продуктом начнем. Продукт, собственно, это индивидуальное занятие с преподавателем, один на один. Вы приходите на сайт, оформляете заявку на пробный урок, проходит пробный урок, рассказывает вообще про компанию. Дальше вам выделяют преподавателя, и вы там два раза в неделю, три раза в неделю встречаетесь с ним в интернете, через нашу платформу, и вы учите английский язык. Занятие с преподавателем – это как бы базис, потому что без преподавателя выучить английский язык очень сложно. А, соответственно, на это навешивается куча инфраструктуры, которые мы сделали. Это мобильные приложения, где пользователь может учить слова. Это там кинотеатр, где можно смотреть фильмы на английском. Ну, и много-много всего такого. Пока непонятно, вот из школ же много, да? Вот ты рассказал что-то вот такое, да? Вот все же, чем отличают, почему? Вот есть школы, которые там дорастают, там миллионы и уже счастливы, или до пяти миллионов в месяц, а у тебя там миллион долларов. Да. Вот в месяц. Что тебе позволило оторваться от других? Первое. Да, действительно, у нас школ очень много, и даже пока мы работали, там сотни буквально появлялись, там исчезали. Есть несколько моментов. Первое – это очень хороший продукт. То есть мы, по сути, построили продукт, который оцифровал деятельность преподавателя и сильно увеличил эффективность занятия в онлайне. Это такой электронный учебник, но это умный электронный учебник. Он подбирает под вас контент урока, запоминает, какие слова вы правильно сказали, какие неправильно, что вы знаете, что не знаете и так далее. И, по сути, помогает преподаватель, говорит, что вот с тобой, со студентом Петей, надо посмотреть вот такие уроки. С Мишей вот такие уроки. Соответственно, это первая история. Вторая история – это, по сути, система управления и система управления преподавателями. Если вы приходите просто заняться к обычному репетитору, на самом деле очень много всего репетитор делает неправильно. Во-первых, он не до конца обучен методике, а во-вторых, даже если он обучен методике, очень мало людей могут себя доставить правильно. Даже если ты все знаешь, очень сложно себя заставить все правильно провести урок. И вот наша система построена так, что преподаватель не может делать неправильно. Его постоянно учат, тренингуют и записывают. И далее у него есть там большие чек-листы, что он должен делать. И он не может не делать. Из-за того, что он каждый из этих пунктов делает, каждый из них увеличивает эффективность обучения. И в итоге получается то, что у нас LTV, у обычной биржи репетиторов LTV там 7 уроков, у нас там 70 уроков. Да, я поясню просто для ребят. То есть LTV – это сколько один средний клиент смотрит в среднем уроку, ну занимается в среднем уроков. То есть у обычной школы это 7, у ребят это 70. Она сейчас сравнивается вот с маркетплейсом, но это вообще не маркетплейс, потому что опять же 7 и 70, вот разница первая, вторая, разница маржинальность. Если вы просто подаете преподавателя, вы берете там 15% всего занятия. В нашем случае это там 60%. То есть вы берете, вы как бы соединяете преподавателя и человека и берете 60% соединения. И плюс вы еще не просто там отдаете преподавателей, ну сажаете любых преподавателей, а вы отбираете их, тренируете. Отбираем, тренируем. Смотрите за качеством. То есть по сути они такие сотрудники ваши. И плюс берете 60% на протяжении всего цикла, да? Да, да, да. Всех 70 уроков. У нас более 1500 преподавателей. И чтобы такое количество нанимать, у нас очень большой, там, очень большая воронка рекординга. Я не знаю, мы перебрали 60 тысяч преподавателей, что-то такое. Ну, можно им тоже продавать курсы в 60. Потому как быть преподавателем. Сколько сейчас преподавателей работает? Полторы тысячи. Полторы тысячи. Полторы тысячи. А, ну, а активных? Активных. Вот полторы тысячи активных преподавателей, которые в прошлом, вот в августе провели хотя бы один урок. Я думаю, даже больше, уже полутора тысяч. Там примерно соотношение 1 к 10, 1 к 8, что-то такое. И, а как выстроена система обучения преподавателей? О, это прямо рассказывать очень долго. Там есть и методическая часть, и вот то, что… Ну, их занимаются вот физически, преподаватели обучают преподавателя? Или он обучает на вебинаре группу больших людей, дает задания? Есть вебинары. Там есть обязательно вверх, потому что, ну, с каждым там, ну, это очень дорого. Поэтому есть вебинары, есть самостоятельные работы, есть peer-to-peer-review, так называемый, когда преподаватель делает задание, другой преподаватель асессорит этого, а он, в свою очередь, асессорит, ну, там, друг друга. И далее есть система, когда вот методисты или преподаватель, которых мы договеряем, у новеньких, там, сделал урок, это идет на асессмент старенькому преподавателю. Асессмент для оценки качества? Да, либо специальному нашему отделу контроля качества, и они, по сути, по определенным чек-листам смотрят эти уроки и доводят до того, чтобы преподаватель все начинает выполнять. И тут два варианта. Либо преподаватель какой-то гений, у нас есть там несколько основных метрик для преподавателя, или если он гений и вообще нарушает наши чек-листы, но при этом все студенты довольны, и он выполняет все такие метрики, то окей, мы там оставляем это преподавать, делай, как знаешь, ну, таких там 3-5%. И второе, если ты не выполняешь метрики, но не выучил и, по сути, не выучил нашу систему, ну, то сори, мы прощаемся с таким преподавателем. Круто, круто. У тебя, получается, две школы в одной. Сначала ты учишь преподавателей, как учить? Ну, да, можно же это тоже продавать, получается. Более того, это там две воронки, как бы, как бы, маркетинг студентов, где у нас там 2 тысячи новых студентов начинает обучение в месяц, мы привлекаем. Другое дело, мы в месяц вводим 150 преподавателей. Это тоже их найти, надо на них старгетироваться, отмаркетироваться там, ну, и так далее, их привлечь. Это тоже свой отдел продаж, отдельная работа, только по преподавателям. Вот они могли бы, кстати, вот эти воронки автовабинарные использовать на преподавателей. Кстати, да. Вот это то, что вам было бы интересно. И продавать этот курс преподавателям. По сути, это преподавать легко, потому что есть кейсы и понимаете, сколько ты можешь заработать. Да, и как они будут зарабатывать в системе. Да, вот это круто. И более замотивированные будут преподаватели. Твой бэкграунд, ты айтишник или там военную академию заканчивал, откуда такая дисциплина и системность? Я закончил Московский физико-технический институт, факультет общеприкладной физики. Это, по сути, это, не знаю... Ты такой ботан. Ботан, да. Слава богу, что мы теперь понимаем, откуда корни растут. Ребята, если вы не ботан, вам будет сложнее. Да, это такой специальный вуз, когда там сборная России у нас. У меня одногруппники, чемпионы мира по физике. И вот, и по сути, вся команда основателей, компаний, это минимум призеры России. Вот, это призеры России, это чемпионы мира по физике. И поэтому оттуда и возникла вот эта вообще большая системность. Расскажи историю. Вот тебе сколько лет? Мне сейчас 27. 27 лет, ты делаешь миллион рублей в месяц выручки. Миллион долларов. Миллион долларов, извините. И вот сколько ты уже занимаешь Skyeng'ом и вообще историю? Сколько фаундеров, кто объединял их? Изначально идея возникла еще на втором курсе института, когда нужно... Меня пригласили на стажировку в Германию, во Францию, в Германию. Это типа 5 лет назад или 7? Это было уже 8 лет назад. Это был второй курс института. И мне сказали, что все хорошо, ты по знаниям проходишь, но ты не проходишь по английскому. Потому что мы не можем тебя в лабораторию англоговорящую заслать с твоим уровнем. И тебя за год надо выучить. Если выучишь, то летом поедешь. И у меня такой вариант был, как выучить. Самому учить практически бесполезно. Соответственно, пойти на курсы с долгопрудного, там курсов особо нет. Взять репетитор. И репетитор стоит очень дорого. Там полторы тысячи в час, полторы-две тысячи. Соответственно, я такой, как на стипендию, подволить себя не мог. Всегда, когда денег не хватает, рождается креативность. Я сам родом из Чебоксары. И по сути, я на каникулы был в Чебоксаре. Занимался репетитором. Он стоил 150 рублей. Я думал, блин, а как же мне репетитор из Чебоксара телепортировать в Москву? И, собственно, там идея сама пришла взять Skype, интернет. Ему все поставил. И мы так целый год занимались. Сначала полгода с ним. Потом еще на следующие полгода я добавил носителя языка. Откуда-то из Флориды, не Флориды. Нашел девочку, по которой просто я разговаривал на английском. И, по сути, вот так выучил. Поехал на стажировку. Ребята начали спрашивать, интересоваться, а как, собственно, выучить. Я тоже им там начал подбирать преподавателей. Ну, как-то это все пошло понемножку. Но тогда было очень сложно, потому что физтех не предполагает отличную от занятий какую-то работу. И там учиться очень сложно. И поэтому мне пришлось оставить эту тему. И я где-то в курсе на четвертом понял, что с наукой надо завязывать и надо пойти учиться, собственно, бизнесу. Я год поработал на стартапах, на всяких умных, сильных ребят из больших компаний. И вот после этого опыта решил, что надо вернуться к этой идее. Собственно, вернулся, взял ребят с физтеха. Своей команде. Собрали команду. Да, по сути, с кем мы учились. Ну, подожди, я сделал список. Я выписал всех с нашего факультета, факультета общеприклонности, кто на курс старше, кто на курс младше. И просто начал каждого смотреть, кто для бизнеса лучше всего подходит. Вот я выбрал трех ребят и, собственно, их позвал. А ты как их оценил? Ну, там зависит от качества. То есть, один человек должен был с операционкой больше работать. И там, как бы, важно было нанять, взять человека, который отличник. И очень много задания делает, никогда не списывает, делает все сам. Интересная стима оценки. По наитию. Ну, то есть, я представлял внутренне, какая это должна работать. И вот у меня было несколько кандидатов. Соответственно, со всеми там я дружил, общался. И вот одного из них выбрал, позвал в команду. Второй человек. Но в команду ты их позвал кофаундерами или… А, кофаундер. Зарплату им назначали или… Вначале это… вот первое, это вообще были… мы были студенты. Это… у нас вообще не было денег. У нас была стипедия, да, она была повышенная, в физтех платила стипендии хорошие, 15-20 тысяч у нас была стипендия. Но при этом это просто стипендия. И у нас зарплата изначально была, там, примерно, 15 тысяч. Мы скинули своими же деньгами, мы какие-то деньги уже тогда на репетиторс, еще что-то зарабатывали. Но когда уходил из вот этих стартапов, которые занимался, вот мой шеф, он сказал, что ты умный парень, ты уходишь делать бизнес, окей, давай, как бы, не расставаться, вот тебе деньги, там, давай мне 10% со своей компании, вот тебе ангел инвестмент, просто что-то там. Сколько дал? Тогда это было 30 тысяч долларов за 10%. Ну, то есть, это миллион рублей тогда было, там, курс еще другой был. Он оценил у тебя в 10 миллионов рублей? В 10 миллионов рублей, да. Но при этом он особо и продукта не видел, ничего, он просто вот, ты чувак, ты что-то делаешь, вот тебе деньги. А кто это? Эркин Адылов, он тогда управлял хедж-фондом GLG, это один из крупнейших фондов в Европе. По сути, у него под управлением лично было там миллиард 200 долларов, и он в Россию инвестировал в Сбербанк, в Тинькофф, вот во все, в Киеве, в финансовые институты. Он специализировался на финансовых институтах в России. Круто, ребят, видите, значит, какой, какая формула такого скачка. Значит, нужно быть ботаном, поработать у правильных людей, чтобы они доверились вам, чтобы вы поняли, что вы классный, крутой ботан, но если вы начнете чем-то заниматься, то будет что-то основательное и получится. Вот это первый шаг к успеху. Тут, наверное, я всегда эту историю рассказываю, а, собственно, у меня следующий вопрос всегда спрашивают, а как ты к этим чувакам с GLG-то попал? Как оказалось, они там, в Англии, ты здесь, в России. Ну, как бы нетривиально на них начать работать. У меня было такое, что я вот в курсе на, я во Францию, в Германию съездил, на стажировки по науке, потом понял, что наука не мое, европейская наука не мое, потом американская лучше, я поработал на американские лаборатории, потом понял, что американская тоже не мое. Очень долго, очень цикл большой. Чтобы тебе дали лабораторию, надо лет 10 пропахать. И только через 10 лет ты сможешь хотя бы на уровне лаборатории влиять. А на уровне больше, чем лаборатории, через 15-20 лет. Но это очень медленный путь. Если ты предприимчивый, то можно гораздо быстрее. Поэтому я пошел в научный, ну, нашел, как я тогда думал, одну из лучших научно-конструкторских лабораторий России, там поработал, понял, что с научным конструкторством в России тоже плохо. И вот тогда решил заняться бизнесом. И у меня было такое, что, окей, я решил заняться бизнесом, что я должен делать? Ну, пойти учиться. У кого пойти учиться? Наверное, у того, кто это хорошо умеет делать. Ну, меня такой, ну, а кто это хорошо умеет сделать? Я не знал, и сейчас я как бы с этим уже не согласен, но тогда на физтехе было такое, что самые большие зарплаты в России специалистам платят в двух местах. Это IB, это Goldman Sachs тогда был. Инвестиционные банки. Да, инвестиционные банки. И второе, это консалтинг, это McKinsey. Да. Ну, я думаю, надо идти в IB, либо в McKinsey. Сейчас рынок принялся, ребята, сейчас уже можете в IB не идти, а IB сейчас особенно в России тухлый. Да. Я тоже в IB поработал, в Ренессанс Капитале. Стало фигово. Но на тот момент, это был, по-моему, 12-й год, у них был расцвет, у них там было все очень хорошо. И я начал, ну, аппликейшен, оформил себе, отправил. Но меня даже на уровне скоринга не взяли. Почему? Потому что зачетка, диплом неподходящий, ну, и там какие-то моменты. Но меня не взяли. Я такой думаю, блин, ну, что мне теперь делать? Не в Решку же идти учиться два года, а потом снова попробовать. Я решил, что надо как-то похитрее. Я просто взял базы, нашел контакты, LinkedIn, Facebook, ну, куча интернет. Ну, по сути, у меня были большие базы, всех топов большой тройки по консалтингу и топов айбишников. Ну, я начал всем писать в личку, хочу, типа, у вас работать. Через друзей, там как-то, ну, где-то месяц. Занял активную позицию. Да, месяц я где-то их мордовал. И потом где-то через месяц один человек мне ответил из Голубана это было. Это был руководитель ресерч-подразделения Голубана. Он тогда был достаточно большой человек, 25 там работал. Вот, и, по сути, он такой, ну, ладно, ты мне там уже не первый раз пишешь, там, давай я там кофе в Старбаксе буду пить, ты мне объясни, что ты хочешь. Ну, я говорю, типа, в этом, хочу у вас работать. Он говорит, ты сумасшедший, типа, у меня сто человек на место и все такое. Как я тебе, даже если бы хотел, не мог бы. Ну, я говорю, я могу, вот, активный, хочу работать. Он говорит, ну, окей, у меня тут друг, как раз, Эркин, делает стартапы, собирается делать, там, микрофинансовую организацию тогда, в России, вот, ну, посмотри и поработай с ним, если там получится, то мы посмотрим на тебя через год. А у него был свой интерес, они там вместе инвестировали в эти МФО. А МФО на тот момент была очень такая горячая штука. Что МФО? Микрофинансовая организация. Это когда ты, тогда мы в онлайне выдавали деньги под бешеные проценты, там, 1-2 процента в день. А в Европе, в Америке, это очень такие, быстрорастущие были компании, и они решили, чтобы... Мили.ру, вот, да, развивались как раз. Мили, Микредит, домашние деньги, быстроденьги, ну, и там ряд других, Кредит 9.1.1, по-моему. Ну, и я начал, ну, по сути, год я на них работал, на эту микрофинансовую организацию, и на тот момент я уже успел, ну, по сути, поработал вот с ребятами из GLG, с ребятами из Goldman, и через год, вот, собственно, понял, что можно найти свой бизнес, сделать, и вот, пошел. Окей, давай, то есть, по продукту подведем просто какой-то итог и перейдем к продвижению. То есть, по продукту получается, что полторы тысячи преподавателей, есть система обучения преподавателей, причем, сколько примерно человек, который занимается обучением? Вот сейчас точные цифры не скажу, но это десятки, может, даже больше. Тренеров, да, такие? Да, в чем самая большая фишка, когда мы проводим, ну, по сути, сколько там, не знаю, 60-70 тысяч уроков в месяц, и мы все эти уроки записываем, у нас буквально все аудио, все видео пишутся, не только аудио, видео, буквально все клики вашей мышки по экрану монитора, все пишутся, яндекс-метрика внутренняя наша, и когда мы это все пишем, мы понимаем, хорошо, мы стали замечать, что вот есть преподаватели, которые со студентом, вот им дали студенты, они занимаются студентом 120 уроков. Они занимаются на вашей платформе? Только на нашей. Ну, то есть, в 90-м. Вы потом какой-то аудитор и анализируют выборочно, да? Ну, там аудиторы, может, начальные сиденья, но, конечно, на таком масштабе вы не можете. Сейчас у них уже бигдата, они сейчас уже алгоритмы. И, по сути, ты смотришь, что есть преподаватель, с которым дал студенту 120 уроков с ним прозанимается, и человек, естественно, 120 уроков достигнет цели. А есть люди, которые там 20 преподаватель дал студенту, он 20 уроков с ним прозанимает, студент прекращает занятие. Не нравится, мотивация не нравится, ничего. И мы начали смотреть, по сути, а что же делают эти преподаватели хорошие, которые занимаются 120 уроков. И мы, по сути, начали это все оцифровывать. Мы записали, ага, они делают, ага, они знают имя жены или мужа, они знают имя детей, они знают даты дни рождения, например. И все, значит, все преподаватели... То есть, вы создали структуру идеального урока такого? Типа того, да. Мы создали ее процентов на 10 того, что хотим, но мы каждый месяц... Ну, это вам уже позволило ЛТВ в 10 раз, чем... Да, да, да. Классно. Это вот то, что Овечкин в стрик-клубах у себя делает. Он тоже посмотрел, что у него есть топ-10 танцовщиц, которые зарабатывают в среднем по 750 тысяч рублей в месяц, а все остальные, типа, там, соточку зарабатывают. И они начали анализировать, там, под микроскопом смотреть, что они делают, почему они на привата закрывают намного больше людей, почему они продлевают, продлевают у них клиенты. И поняли, там, тоже перечень фишек, и одна из самых фишек таких важных, они чуть медленнее ритма музыки танцуют. И подсознательно это влияет на человека, успокаивает, они хотят в этом состоянии пробыть дольше или продовольствовать. Чекарный такой фишек. А это Virgin, Burleska, это Энхерри. Да, у них очень интересная история. Окей, интересно, как еще вы замеряете довольность, ну, то, что клиенты довольны, в общем, после урока. Ну, самая лучшая метрика довольности клиента, это то, что этот клиент пошел дальше учиться. Проблема всех школ изучения английского языка, не только школ, всех фитнес-клубов и так далее, то, что люди не доходят до результата. Чтобы дойти до результата в английском языке, вам где-то, ну, не знаю, часов 200-300 индивидуально нужно поговорить с преподавателем. И тогда вы с уровня, там, элемент, или до уровня, там, аппаринтермит, в общем, дойдете. Вот, и проблема, от которой люди не доходят. Поэтому основная метрика, это заставить, вытянуть, там, что угодно сделать, чтобы этот человек эти 300-200 часов с преподавателем проговорил. И поэтому вот это самое ключевое мнение, сколько студент в среднем после начала изучения в школе проходит. Круто. А расскажи вот про то, что ты рассказывал нам, то, что вы обучаете преподавателя, знакомиться с личными материалами, там, студента, ну, вот это вот интересно. Да. Про треугольник. Вот, по сути, мы начали замерять, вот я уже начал говорить, что должны делать хорошие преподатели, там, первое, вот это знать про студента, кто жена, кто дети, там, даты день рождения, чтобы там, понимаете, когда преподаватель скажет, а, вот у вас, Шеанечке, сегодня день рождения, там, поздравьте ее от меня, у вас уже эмоционально другое отношение к преподавателю. Это первая история. Вторая история, что сложного посмотреть в Facebook студента перед уроком. Да ничего сложного. Но ты посмотрел, ты уже знаешь, что там интересного жизни, и на эту тему заговорил. А еще круто, что в базе данных очень большое количество уроков, преподаватели знают. А что тебе сложно, он был на рок-концерте, тут же, у нас уже есть урок про рок-концерты, возможно, даже про этот рок-концерт в Москве. Мы еженедельно делаем под сотню уроков, которые прям контекстные. И тут же загрузил этот урок, и ему интересно про него послушать. Это там вторая история. И вот, и так далее, вот таких фишек, их очень много. Дальше там преподаватель может в мессенджере вести общение со студентом. Не обязательно только на уроке, он может вне урока с ним общаться. И вот это все чуть-чуть, чуть-чуть работает, и в целом у студента такая большая завязка к преподавателю идет. И тогда преподаватель, если у студента идет заявка, доверие к преподавателю, соответственно, преподаватель может от него больше требовать. А дальше, по сути, по треугольнику АРа вы этим накапливаете эмоциональный потенциал, а потом вы его тратите. А на что мы его тратим? Ну, например, студент занимался там, образом говоря, два раза в неделю. И в какую-то неделю пропустил урок во вторник. Что должен делать хороший преподаватель? Он не должен сказать, ну, пропустил, ладно. Он должен сказать, нет, 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 так не пойдет. Ты пропустил урок во вторник, следующий у нас в пятницу. Если ты будешь так пропускать уроки, мы не достигнем цели. Поэтому давай сегодня в среду, мы с тобой завтра. Ты сегодня не можешь, значит, в среду мы с тобой позаняемся, я специально для тебя выйду. А если в среду думаешь, я специально выйду в субботу. У тебя скрипты специально есть? Специально. То есть, он не сам сочиняет что-то, а вот берет, скрипирует. Абсолютно. Тренирует эти скрипты, занимаются с ним. Потому что, если студент начинает пропускать, то это как с бегом, там, не знаю, как с фитнесом. Начали пропускать, все, у вас вероятность вылететь. Да, да. Поэтому преподаватель любой ценой должен заставить студента на этой неделе прийти на урок. Ну, абсолютно. Вот, и соответственно, и он не может это сделать, если нет эмоционального потенциала. И он, сюда тратим ацена, чтобы там следующую оплату сделать и так далее. Вот там есть куча моментов, как наработать потенциал, а есть куча моментов, как мы его там тратим. Соответственно, вот так. Вот эти 7 строков, то есть, в денежном выражении, вот это LTV, это сколько? Ну, сейчас, сейчас около, наверное, где-то 50 тысяч у нас средний клиент, если он начал обучаться, что его стреляет? Еще раз брало. 47, по-моему, было 3 месяца назад. Давай еще все же интересно вернуться к этой основательности. Ты подбирал партнеров, и первого там операционщика ты искал? Первого операционщика, да, вот, по сути, чтобы он хорошо учился, чтобы он вовремя закрывал все задания, чтобы он честно их делал, не списывал. Вот это первая система была. Второе, мне очень важно было человека хорошего по продукту найти. И, по сути, я смотрел, ну, здесь определенный психотип, мне его сложно, наверное, словами даже. Человек должен быть очень чувственным. Он должен очень чувствовать боли человека. Ему должно быть не пофиг, на какой диване он сидит, в какой одежде он ходит, какой чехол мобильного телефона. Он должен вот эти моменты очень хорошо чувствовать. С одной стороны, чувственность очень большая. С другой стороны, очень хорошие аналитические навыки. А это очень редко сочетается. Чувственность и аналитика, это как... Противоположные. Противоположные. И вот, по сути, такого человека я вот среди 300 людей нашел. А вот, собственно, мой партнер Харитон Матвеев. И вот это уникальное сочетание, с одной стороны, аналитического бутграунда, потому что он чемпион России по физике, чемпион мира по физике, золотая медаль международной олимпиады. С другой стороны... Высокая эмпатия. Высокая, очень... Вот это... А, да, это очень правильное слово. Высокая эмпатия. И, по сути, я считаю, что он сейчас в топ-10 продуктов России. И я думаю, что он будет number one в ближайшем. Нам нужна консультация от него. Слушай, очень интересный, конечно, подход. То есть ты как бы через ощущения ищешь людей, да? Как бы... Ну, тогда же у меня экспириенс не было опыта. Тогда я мог только на ощущения полагаться. Сейчас, конечно, уже есть опыт. Сейчас уже есть навыки, знания, книги. Сейчас уже немножко по другому. Но тогда, да, тогда к чему? И четвертый человек нужен был разработчик. Проблема с разработчиками у нас тогда была такая, что все, кому я предложил, они отказались. Потому что разработчики уже зарабатывали тогда 5 тысяч долларов в месяц. А для студента это хорошая заработка. А для студента 4-го курса, 5-го курса зарабатывали 5 тысяч долларов. И я говорю, какой стартап на 15 тысяч рублей? Ты сейчас с ума сошел? Я в Яндекс пошел. Да, они сейчас грызут локти все. Или на ОДСКе. Вот. Ну, пришлось тогда брать человека, который хотел с нами развиваться, но был еще не профессионалом. Ну, это, наверное, такой не самый лучший кейс. Потому что, если бы тогда я все-таки дожал, я думаю, и по разработке компания больше и быстрее двигалась. То есть у вас 4 партнера с ученицами? Вы доли как делили? Доли, то есть мы с человеком, который с продуктом занимается, мы, то есть у нас одинаковые с ним доли, и у двух других поменьше. То есть у операционщика, по сути, и у разработки. Окей. Ну, я бы хотел тогда открою вопрос, группу вопросов про продвижение тогда. То есть, собственно, как у вас построена стратегия продвижения продукта? То есть это платный трафик, контент-маркетинг, там еще что-то. Это очень большая интересная история, вот, наверное, как… О которой я вам не расскажу. Следующую серию расскажу. Как менялось продвижение компании и как оно меняется, это, наверное, вот реально продвижение, которое было 3 года, 5 лет назад, там, вот каждый год, оно вообще другое. То есть то, что мы делали там 4 года назад, другое мы делали 2 года назад, сейчас совсем другое, и через год будет совсем другое. Вот, и здесь, с чего мы начинали? Ну, мы начинали с обычного Яндекс.Директа. Вот, что, когда еще БМ пропагандировал Яндекс.Директ, вы можете продавать все, что угодно. Вот, мы освоили, я там сам его настроил, ну, он какой-то… Сделал лендинг пэч на LP-генераторе. Ну, там был, да, мы, по-моему, даже про LP-генератор тогда не знали. Мы сами все запрограммировали, как инженеры, которые… Нет, бы посмотреть, что есть. А сейчас у нас, кстати, все на LP-генераторе работает. Все лендинги делаются на LP-генераторе, потому что это быстро, а для бизнеса… А лендинг сразу продающий? Ну, да. Да. То есть вы, ну, платный трафик, страницы продажи, лиды, отдел продажи закрывает это, да? Так? По сути, сначала мы генерили вот через контекстную рекламу, потом настроили SEO, потом добавили таргетинговые рекламы, ну, короче, разным лид-геном занимались. Это вот первые, там, два года мы жили на лид-гене. Потом начало расти реферальность, то есть сарафан, и он хорошо нас забустил. А потом вообще подход к маркетингу начал существенно… Сарафанное радио. Сарафанное радио, да. Потом подход к маркетингу начал сильно меняться, потому что… Можем вот просто, чтобы было как-то более наглядно, примерно вот какие были обороты, там, первый год, второй год, третий год? До 10 миллионов мы где-то росли на лид-гене. То есть до оборота 5-ти… До 10 миллионов в месяц. До 10 миллионов в месяц, да, это был в основном лид-ген. Потом лид-ген перестал справляться. Ну, в смысле, лид-ген в той версии, когда ты просто трафик покупаешь. Проблема какая у нас была? То, что… Это был чисто директ? Это был директ, да, это было SEO некоторое, это были, ну, какие-то там… Ну, да, это директ в основном. Как видите, еще таргетинговые истории в Facebook, еще что-то. Вот, проблема всего этого была в том, что наш родительский запрос был английский по скайпу. И этот запрос, он достаточно небольшой. И аудитория, которая тогда знала, что английский можно учить по скайпу, она была достаточно маленькой. И через два года мы ее полностью вычерпали. Мы всю купили. Ведь все, что можно было купить в этой штуке, мы купили. Соответственно, запрос курса английского языка, он был всегда не окупаем. Ну, потому что там сидит ряд школ, они всегда разные, которые не считают бюджеты. Там сидит, видать, какое-то агентство. Они сливают, разочаровываются, приходит следующий. И там постоянно вот такая штука идет. Там как с окнами пластиковыми, примерно, история. Вот, и по сути мы забили все каналы, на них перестали расти. И мы начали думать, какие мы еще можем делать вещи. Вот, что сильно будет стало, когда мы сарафан научились подключать, когда мы начали мотивировать наших студентов, рассказывать друзьям. Когда вплоть сейчас через лишний кабинет, вы можете там нажать кнопку и всем вашим друзьям по гугл-почте отправиться от вас. Слушай, давай вот сюда углубимся. Потому что мне кажется, это мечта любого предпринимателя, чтобы у тебя бизнес рос за счет сарафанного радио. Я просто тоже это мечтаю, об этом. Но мы больше там, ну, как бы, платный трафик. Давай в механизм углубимся, если... Мне не до конца нравится, как мы это делаем. Но в целом, как это сейчас работает, ну, в личном кабинете, я не знаю, даже большую часть общей личных кабинетов занимают реферальные программы. Там вы можете отправить всем друзьям в соцсетях ссылку от нас реферальные, вы можете отправить в почте, можете смс-кой. Вот в один клик это все делается. Автоматически подгружаются ваши данные из социальных сетей, из вашего мобильного телефона. И вот идет спам-рассылка по вашим друзьям. Что мотивирует их рассылать? Там сейчас механика то, что вам дается бесплатные уроки и ему дается. Мы очень много механик тестили, но самое там действенное, это просто вам бесплатно и ему бесплатно. По одному уроку вы идете? Там зависит от аудитории, зависит от определенных раз. Ну, типа так как LTV такой большой, то это... Да, и для нас это, конечно, сильно дешевле дарить урок, а он как бы для пользователя дороже, чем там что-либо другое. Вот. И мы постоянно растим эту реферальную программу, а дальше, в следующем году мы еще больше для него будем делать, потому что мы сейчас работали чисто продуктово. На самом деле, вот на чисто продуктовой работе, вот чисто с работой с личным кабинетом, мы достигли реферального эффекта примерно 20% аудитории. Несмотря на то, что компания активно растет 2-3 раза в год, 20% всех новых студентов приходят по сарафану. То есть, образно говоря, если мы не покупали трафи, ну, не так сильно активно росли, то это было бы гораздо больше. То есть, вы вместе сейчас вводите примерно 2000 студентов, и из них там почти 500. Да, да. Это по идентифицированному сарафану. Это называемый идентифицированный. Это когда по реферальной ссылке есть еще неидентифицированный сарафан. Когда они просто говорили между собой. Да. Типа крутой продукт. Пошел, почитал. Да, вот таких 30% идет по SEO. Ну, то есть, мы точно знаем, что это не по запросу. Ну, потому что сам запрос английский по Skype, он небольшой. Поэтому запросы нам, нас найти нельзя, или изучение английского языка. Ну, там куча, мы там не сильно высоков. То есть, то, что пишет Skyeng. Это пишут Skyeng именно, да. И, по сути, это тоже в некотором смысле сарафан. Ну, просто другой сарафан. Ну, и плюс пиар. То есть, половина трафика у вас, по сути, с нулевыми статусами. Это пиар и сарафан. Да, пиар и сарафан, да, абсолютно точно. Вот, когда Людгенович Чипался, вот, собственно, сарафанку начали качать. Дальше мы, вот, дальше пошло очень много каналов мы подключили. Это партнерские программы. Это вот... Что-то сработало с партнерскими программами? Работает. Ну, то есть, не так сказать, что... Вебмастера берут этот продукт? Там, скорее, не такие... Там, влогеры, блогеры, какие-то совместные рассылки с разными компаниями, вот, какие-то инсталляции для партнеров и так далее. Не то, чтобы это супер вау, но, там, ежедневная, рутинная работа, которая приводит к достаточно неплохим результатам. И потом мы... В какой-то момент, когда мы уже это все тоже превысили, мы начали работать с... Вот, пиаром достаточно активно. У нас, прям, достаточно большой пиар-отдел, которые публикуют очень много всего, там, и про компанию, и про... Есть вещи, инфоповоды внутренние, внешние. Мы пытаемся все это обыгрывать. Я, вообще, когда начинал с коняки, вообще не понимал, что такое пиар. Всеми, с кем я разговаривал, пиар, по мне, всегда было такое, короче, куда-то деньги закопать, и непонятно, как это отобьется. Но сейчас у меня совершенно другое представление об этом, потому что это действительно очень работа. А можешь вот дать, там, несколько фишечек пиара? Ну что, там, базовые вещи, которые должны быть, чтобы у вас был хороший пиар. Вы, во-первых, пишите список инфоповодов, которые вы можете сделать, там, за год. Они могут быть внутренние релизы компании, они могут быть просто какие-то лайфхаки, которые компании делают. Ну, например, то, как мы делаем маркетинг, или то, как мы управляем преподавателями, там, пиатый, и все. Это куча. Когда компания уже такая большая, в любом случае, она накопила достаточно много экспертизы. И вы этой экспертизе можете... Вы даже можете думать, что это вообще не экспертиза, кто-то читать будет. На самом деле, это очень интересно. Для примера, я скажу, тупо у нас всегда был... Ну, мы всегда любим читать книжки. И у нас был внутренний компаний, список книг. Топ-20 книг для предпринимателя, топ-20 для продукта и так далее. Мы никогда не думали, что это круто. Ну, тут шарим в Фейсбуке, оказывается, там куча репостов, лайков. Нам из нескольких изданий тут же пишут, а давайте мы оформим это в виде статьи и напишем висеру. Топ-20 книг для предпринимателя, я просто... Да, топ-20 книг для предпринимателя, поверхность Skyeng. Я читал тоже попал на это. И топ-20 книг для продукт-менеджера по версии Skyeng. По сути, это прочитают все продукт-менеджеры. Ну, все адекватные. Все, они про Skyeng узнают. Skyeng для них уже вау. Ну, и так далее. И вот таких инфоповодов становится все больше и больше. Когда ты начинаешь об этом думать, ты как-то... Ты их куча. А когда ты не думаешь об этом, у нас каждую неделю выходит статья на Хабри, например. Ну, это пиар для разработки. Вот. Вот с инфоповодами. Так вы хатите себя хороших программистов. Да. Да. У нас сейчас больше 30% программистов на собеседовании, до собеседования и до вообще подачи на нас заявки знали про Skyeng. Вот. Дальше что такое хороший пиар? Это по сути у вас должна быть пиар... На самом деле я думал реально, что пиар это искусство. Ты должен что-то на брейнстоиме там сделать. Нет, это не искусство, это забот. Есть роудмап-релизы, дальше прорабатывается каждый релиз. У вас есть список СМИ, там 100 СМИ, например. У вас есть список журналистов это СМИ, еще там 200-300. Дальше вы говорите, на эту неделю мы прорабатываем этот, этот, этот релиз. Соответственно, дальше идет подготовка релиза. Это статьи, инфографика, материалы, видео. Поясни для зрителей релиза, что ты имеешь в виду. Это даже поясни для нашего пиарщика Карины. Карина, слушай внимательно, пожалуйста, нам нужно выстроить завод по производству контента и пиара. Ну да, готовится контент специальным... Ну, то, что ты говоришь, какой-то там лайфхак или еще что-то, да? Да, это что угодно. Просто надо понимать, зачем этот контент готовится. Он готовится для журналистов. Если придет сырой контент, он что, будет свое время тратить в переделке? Нет. Он хочет, чтобы вот, ему пришел контент и там уже длинная версия, короткая версия. С фотографией. С фотографией, с инфографикой. Вот, если хотите убрать, то убирайте вот это. Ну, то есть, вот такая достаточно штука. А дальше, сидят пиар-менеджеры и прозванивают, прописывают. У них есть какая-то менеджер по продажам. У них есть журналисты и они просто начальной недели... Так, ребят, у нас сегодня для вас есть такие новости. Тинь-тинь-тинь. Журналисты там, кто-то сразу берет, кто-то говорит, блин, конечно, прикольно, но я бы больше про это хотел бы написать. Они тут же там быстро переделывают. Ну и по сути, еженедельно идет коммуникация с журналистами. Идет, это прям реально завод. Со своим производством, со своим отделом продаж, со своим отделом продукта. пиар-отделием. Сейчас, я думаю, больше пяти уже человек, которые чисто пиаром занимаются, а еще все другие подразделения, которые им помогают. Они в том числе и пишут же, правильно? Ну, я думаю, копирайтеры там еще отдельные. Ну, то есть, это и вот это пиар-менеджеры, это пиар-менеджеры. То есть, ты пригласил какого-то пиар-директора, который у тебя это отстроил, да? Тут, нет, так не получилось. Тут скорее концепция того, как это должно быть, выглядеть, созрела внутри компании. То есть, мы перепробовали кучу грабли, она созрела, а дальше мы уже искали пиар-директора под то, что он это сможет построить. Ну, и в какой-то момент нашли, там, ну, у нас очень много пиар-директоров, у меня у нас там три или четыре. То есть, у тебя в голове прежде всего это созрело, да? В моей голове, в голове директора по маркетингу у нас пиар подчинен маркетингу. И, по сути, ну, внутри, когда ты постоянно это делаешь, делаешь, ты понимаешь, а, вот это еще лучше, вот это еще лучше будет. А потом дальше ты понимаешь, как должна будет выглядеть структура, а дальше тебе людей под эту структуру надо найти. И ты, собственно, ищешь людей под структуру. Слушай, ну, тоже браво, конечно, круто. С пиаром. Спасибо. Я думаю, мы все-таки там процентов на 10-15 еще реализовали. Мы понимаем уже структуру, понимаем, куда мы идем. Просто нам четкость бизнес-процесса нужно поставить, четкость менеджеров. А желтые СМИ вы используете? Думаю, да. Ну, то есть... Все используют, что только есть, да? Все, что только есть. Массовые же. Массовые. Да у нас космополит, а это желтые? Скорее нет. Смотри, слушайте, я понимаю, что мы тебя интервьюируем и при этом сами чему-то учимся. И когда до того, как включили камеры, ты нам рассказывал про то, как ты учился. Сначала ты прошел курсы БМ, потом понял, что нужно что-то больше, глубже. И расскажи менторство. Как ты покупаешь менторство? Да, это мега-фишка тоже. В какой-то момент я понял, что как бы я посещал много конференций, вот этих курсов и так далее, и спикеры на них красиво говорят. Я начинаю приходить к спикеру, говорю, окей, а давай ты нам что-то выстроишь, вот мы будем тебе по часам платить, я плачу ему деньги. Понимаешь, что он особо не все... Хорошо говорит, но плохо делает. Плохо делает, да, плохо делает. Он красиво научился упаковывать то, что он говорит, но при этом часто то, что он говорит, не работает. Это просто вау, какие-то эффекты, но когда их применяешь в бизнесе, они не рабочие. Я понял, что спикеры на конференциях это не те, кого часто нужно учиться. Потом перебрал курсы, понял, что курсы тоже, это не так быстро адаптив... Собственно, написать хороший курс должны годы пройти. Соответственно, курсы можно проходить по каким-то фундаментальным вещам, но по быстро меняющимся вещам, таким как маркетинг, курсы, по-моему, вообще бесполезная штука. Но если ты хочешь на передний край науки работать. И поэтому я понял, что вообще, чтобы растить компанию, нужно брать экспертизу. Чтобы самому не делать этих ошибок, нужно взять лучших в России и заставить, попросить, сделать так, чтобы они на тебя работали. Некоторых можно нанять, некоторых нанять нельзя, но за долю можно в партнерство позвать, а некоторых и так нельзя. Потому что денег не хватит, доли не хватит. Ну и просто им не интересно. Да, им не интересно. Поэтому там другие способы работают. Эмоциональные способы, когда интересные парни приходят, спрашивают совета и как-то интересным, лайфхаками какие-то мы тоже делимся, это интересно. И, например, можно долю отдать в компании, продать какую-то за то, что человек тебе будет дальше помогать. По сути, я взял, выписал все топовые компании России, которые как-либо мне интересны. И дальше я подумал, а какие мне интересны в маркетинге, кто самый лучший, кто самый лучший в продажах, в саппорте. И вот у меня по всем направлениям это было. Дальше я пошел по всем этим компаниям и смотрел, что они такого делают, что, вот почему у них так круто получается. Ну, там, по контент-маркетингу, когда мы это все анализировали, там по рассылкам именно, вот, были несколько компаний, хорошо делали, которые, по-моему, одна из них была, например, Invisible. Почему хорошо? Ну, потому что им запрещена реклама любая, и при этом они качают... Invisible что они? Invisible вино оставляют. И они достаточно неплохо качают маркетинг. Ну, как бы, да, не то, чтобы это вау, но именно там контент-маркетинг был очень хорошо поставлен. Соответственно, идем, смотрим, кто там делает. А как-то там определенные консультанты это делают, определенные люди. Идем к ним, в этом случае это было просто экспертиза. Потом... А кто им делал, можешь сказать? Я сейчас не помню, я могу тебе потом написать. Потом, например, кто лучше всего делает интернет-маркетинг в России? Я изначально думал, что это какие-то интернет-магазины тогда, но когда я подробно разобрался, ну, не сказал бы, что там вау, там, у них у всех проблемы с покупаемостью. Но интернет-маркетинг в России и вообще много чего делает хорошо такая С-банк. Вот это просто вообще бомба. И у меня по многим направлениям сошлось именно такая С-банк. Это и маркетинг, и дистанционную поддержку большого количества сотрудников, они хорошо делают, и умеют продавать, ну, и продукты у них очень хорошие. И, по сути, я понял, что вот такая С-банк это тот, у кого надо учиться, и мне любой ценой нужно туда попасть. Во-первых, я взял сразу всех друзей, которые у меня в такая С-банке работают, пошел у них смотреть, что они, как вообще, как они делают так, что у них так все быстро развивается. Ну, в итоге там начал своих вот этих партнеров, которые на прежней стадии привлекал в компанию, кто там инвестировал, не инвестировал, говорил, что вот, давайте, короче, познакомьте меня. Ну, и так или иначе, вышел на топ, руководящий позиции в такой банке, и вот, ну, по сути, сделал частный раунд, они привлек от них денег, но эти деньги были не в смысле деньги ради развития компании, а именно, чтобы им было интересно ради опыта, ради опыта, да, smart money, да, и по сути, мы можем с ними периодически общаться, я много чего для себя узнаю, это TKS-банкстер. Это один человек из TKS-банкстера или это... Один-один, много не надо. Ты не разглашаешь, не разглашаешь? Да, наверное, не нужно. А, ну, какой примерно, просто, чтобы тоже люди понимали, сколько отдать? Что заинтересовать? Да. Это проценты компании, ну, там, ну, это зависит... Два, три, четыре, там, типа. У тебя сейчас капитализация компании сколько? Капитализация, опять же, как считать, но у меня есть офферы на покупку полностью компании по оценке 60 миллионов долларов. 60 миллионов долларов. Вот это просто покупка компании. То есть, ты, по сути, водовар... Ты с каким-то дисконтом ты говоришь, вот, сейчас у меня там капитализация компании такая-то, я тебе там дисконтом в два раза продаю такую-то долю, но у меня же твоя экспертиза или там в пять раз снижена. Ну, типа того, да. Вот. Соответственно, это вот первая компания стала TKS-банк для нас рэперный. Вторая компания это Яндекс и там тоже, собственно, какая история была, когда мы там года... Через год после работы эта компания стала понимать, что есть проблема. Нам всем по 23 года нас никто не уважает, нас никто не знает. Для них... Нас не то, что в методике никто не уважает, нас вообще в России никто не уважает. И как бы нам нужна какая-то красивая история. А вы тогда уже миллионов по 10 делали вместе? Наверное, поменьше, я думаю. Миллионы тогда было. Нам нужна красивая история. Это... Чтобы открывать дверь, чтобы заходить. Это первое. Второе. Нам нужно презентабельное лицо в компании, которое... И никто из фаундеров не презентабелен. Абсолютно. Все время конкурируют. Сейчас мы уже научились вот это все уладить. Приписьками мерились такие. Да, вот это все. Да, он как бы... Вы все вроде ровесники, вы все вроде с одного ситута, вроде вместе за партой сидели, а тут как бы один начальник, другой вроде причинен. Как-то непонятно. Вот. И тут надо было какая-то вот эмоциональный определенный момент решать. Я тоже раньше бы не подумал, что это вообще важно, но оказалось, что это важно. Вот. Потом нужен все-таки человек, который более... Ну, нетворк хороший. Ну, в общем, мы написали ряд критериев, начали общаться с людьми, мы много с кем встретились и так далее. И так получилось, что большинству наших критериев совпал Саша Лариновский. Саша Лариновский на тот момент был директором международного развития компании Яндекс и руководителем Турции, по сути, турецкого проекта и членом совета директоров Яндекса. Вот. И мы его начали привлекать в компанию. Сначала это было типа проинвести... Сначала это вообще год было ухаживания такого. Мы год реально ухаживали там. У нас такая... Он был супер-биззи и не хотел с нами общаться, естественно. Вот. И мы лайфхак такой придумали. Мы знали, когда он в Турцию часто летал из-за того, что турецкий район... Мы покупали билет на этот самолет. На самолет он денег не хватает, но мы знали, когда он самолет из Турции прилетает. А-а-а. Мы просто в момент, когда... Да, мы его встречали... Типа такси... Типа такси... Нужно оставить таксистом правильного человека. Слушай, очень круто, да. Мы были таксистом. Круто. Вот мой партнер как раз к нему был ближе на тот момент. Он его в такси встречал и по сути вез. Иногда не получалось вообще никакого. Он говорит, я устал. У него своя тачка была или он брал такси и ехал... Он брал такси обычно. А-а. Он говорит, вообще круто. То есть, если у вас нет своей машины, то не ищите там оправдание, что вы не можете быть таксистом. Ну, наша машина была, да, своя машина. Ну, по сути, мы говорили, а какая тебе разница? Ну, и мы будем с ним, какая разница, тут ничего заказывать не надо. Тогда еще всяких яндексах не было. Ну, и мы увезли. Иногда он говорил, что ссори, короче, не парьте меня, я спать. Я устал. Ну, и все. Ну, ладно. Просто так спитаем. И сколько раз вы так его встречали? Десяток, наверное. Десяток раз. Десяток. Может, даже... Слушай, ну, это очень настойчиво, конечно. Это было настойчиво. А как вы узнавали, когда он там куда летит-то? Ну, мы знали примерно его график работы и когда он должен в Турции быть, когда из Турции, он там примерно был постоянен, если форс-мажоров не ставят. Ну, и тем более, когда вот после первых трех раз, когда мы попали, он уже не стал над нами издеваться. Он уже говорил нам, что полетит, не полетит. Вот. В общем, мы рассказывали ему, что происходит в компании, говорили, что мы нарыли, собственно, спрашивали его экспертизы и так далее. Ну, и в какой-то момент, ну, зацепили, и он проинвестировал деньги. Когда он проинвестировал деньги, он стал в какой-то момент о Skyeng думать больше, чем о Яндексе и решил из Яндекса уйти в Skyeng полностью. То есть, это тоже было. Вот это история успеха. Да, он продал все свои акции Яндекса, он обязан был продать. Он потерял место в совете директоров Яндекса, это тоже очень оплачиваемый, высокооплачиваемый. И перешел на нулевую зарплату в Skyeng. У него ноль зарплата была. А доля большая была? Не, небольшая. Ну, в смысле, там доли есть, опционы. У тебя больше? Ну да, у фаундеров больше. У всех фаундеров больше, чем у Саши. Саши знак такое качество от таксистов до старших партнеров. Да, по сути, вот это было. И когда он стал с нами работать, мы, естественно, получили доступ, поскольку он в Яндексе, на такой топ-репозит, топ-10 людей Яндекса, он, короче, всех в Яндексе, естественно, знает. Мы получили доступ к инфраструктуре Яндекса, со всеми в Яндексе по любому вопросу ойти мы могли пообщаться. У нас вообще не было проблем. Надо там не знаю, по серверам. Все, завтра встреча по серверам, как у Яндекса сервера устроится и как нам нужно выстраивать у нас сервер с учетом того, что у Яндекса такая... А сейчас он у вас в команде? Да, он у нас в команде. Какую позицию? Директор по бизнес-развитию, бизнес-девелопмент, директор. Ну, по сути, по внешней сервере. И он стал лицом компании на тот момент. По сути, мы его везде показывали, пиарили. Сканик сделанных четырех людей, непонятно, никому в СМИ не интересен. На тот момент. Ну, потому что это еще не approved. А человек, который пришел из Яндекса ради стартапа и тогда еще была такая... В тот год, в те годы была какая-то такая штука, что люди работают на корпорации и, типа, никто не идет делать проекты, стартапы, бизнес, потому что корпорации такие загнившие, в общем, не умеют. И вот, типа, Саша пошел, он пошел против системы. Это была интересная, красивая история, упакованная для пиар, которую приняли все в СМИ, в том числе Форкетс. Это вот... И у нас каждый год, правда, вот эта сказка, она немножко меняется. Потом, когда была эта сказка, потом, когда уже поняли, что Скайник растет нормально, мы тут же сказку поменяли, что четыре парня из гаража, из общаги, по сути, с этими фотками, раздолбленные общаги начали делать проект. Ну, и, по сути, понемножко это всегда меняется. Вот. Но, вот, по сути, две компании рэперные, которые для меня стали, этот Яндекс и Тинькофф, я думаю, они очень много делают для индустрии России, вот, сколько сервисов делали. Ну, вот смотри, окей, с Яндексом вообще у вас история крутая, вы взяли топы к себе, скатили его, таким прям, очень красивая история, супер. А с Тинькофф, насколько он глубоко сейчас погружается и скоро ли он станет, придет к вам на работу на фултайм? Тинькофф очень крутая компания, поэтому это никогда не произойдет, этого и не нужно. Вот. Там была такая история, что, ну, когда мне нужно было с ребятами познакомиться, так, ну, как всегда, когда что-то нужно, начинает вести и когда ты начинаешь много об этом думать, я думал, как же мне познакомиться, как же мне познакомиться, а тут повезло, что оказалось, что вот мой первый, по сути, партнер, инвестор, вот этот Аркин, он, когда инвестировал в Россию, участвовал в IPO Тинькоффа. И он, короче, всех этих ребят знает. Я говорю, слушай, знакомь. И он там несколько раз в Москву прилетал, и он ужины специально с ними устраивал, и меня на эти ужины вот я устраиваю ужин по своим делам, но ты делай свою работу на этих ужинах. Я делал свою работу, я знакомился, я общался. Там есть определенное, ну, я для себя выработал определенный алгоритм, как, по сути, как заинтересовать таких людей, и поэтому алгоритм удействовал. И, в общем, в какой-то момент было удачное время, когда уже я предложил как бы купить часть доли в компании, и вот предложил по такой оценке, которая интересная, была, и, собственно, мы вот сделали сделку, и человеку интересно, потому что ему он же не просто так помогает, и мне интересно, потому что, ну, опять же, не просто так. Он приносит какие-то инсайты, говорит, вот на рынке сейчас вот эта тема качает. Да, Тинькофф Банк, он очень, как сказать, он реально на переднем крае, я вообще не понимаю, как он, вот Олег, это, конечно, как он создал такую команду, которая настолько быстро адаптирует, и знает, вот все последние тренды, они их быстро адаптируют, они применяют, они очень гибкие, несмотря на то, что это банк, это, конечно, вообще для меня феномен, и, да, есть определенные тренды, как делать маркетинг, вот, и мы их используем, ну, там, самое последнее, что мы от ТКС подчеркнули, что вообще мы переосмыслили концепцию маркетинга, а раньше, вот опять же, мы думали, сначала линген, потом думали, это контент надо делать, там, чтобы людей подгрять, сейчас у нас вообще другая концепция, мы придем к ней через год-два только, но, куда мы идем, вот в России 100 миллионов человек, ну, 40, 150, минус пенсионеры, минус дети, там 100 миллионов, из них примерно, там, 10 миллионов, так или иначе, нужен английский язык, ну, я не считаю, что там отдельная история по школьнику, ну, 10 миллионов нужно английский язык, из них, вы России, вы СНГ не читаете? Там рынок сильно меньше, то есть, в России, это 50% Москва, 50% вся остальная Россия, вот, регион, по сути, СНГ, это там, не знаю, от Москвы, может быть, 10%, ну, то есть, реально, при этом, наши цены, все-таки, не маленькие, для Москвы-то они очень хороши, для некоторых регионов нормально, для СНГ, это капец дорого, по сути, вот, есть 10 миллионов, которым потенциально, может быть, интересен английский язык, потому что они сменят работу, получат лучше оффер, ну, и так далее, и из них, миллион, так или иначе, в год, как-то, либо на курсы запишутся, либо где-то пробный урок пройдут, либо там, Лингва Лео придут, и так далее, вот, миллион. Лингва Лео, ваш конкурент? Ну, конкурентом его назвать нельзя, потому что это селф-стадии, это, там нет преподавателя, у них совершенно другие метки, ну, как конкурент, они за год берут у человека 500 рублей, у них 5% платящих, а мы за одно занятие берем больше, у нас 70 занятий, у нас 100% платящих, это вообще другие вещи, несомнимые вещи, мы, скорее, с ними партнеры, мы покупаем у них лиды, соответственно, и вот этот миллион, он в каждый месяц, значит, где-то 100 тысяч, примут решение и заинтересуют английский, в Яндексе это напишут, еще что-нибудь, и мы должны быть рядом вот в этот момент времени, когда они проявят себя, как человек, заинтересованный в английском языке, мы должны быть первыми, кто ему позвонит, напишет и так далее, и посмотрите, в интернете мы оставили кучу ловушек, которые ловят таких людей, вплоть до того, что он там фильм на английском пошел посмотреть, мы узнаем про это, а он там где-то написал, что он интересуется английским, или там запрос такой написал, мы с большой долей вероятности узнаем про это, у нас было в какой-то момент, там человек по бигдатиму, или человек зашел просто на наш сайт, либо на сайт партнера, на театринг английский, мы узнаем его контактные данные и позвоним, и по сути мы умеем узнавать, и умеем звонить, и вот сейчас эта штука, я думаю, в будущем будет больше всего качать, когда ты таргетно умеешь звонить человеку, который прям вчера появилась потребность, и тогда... Ты понял, как это работает? Ну, бигдата, риелто бидинг, ну, там много чего я могу вам детально рассказать, это там уже идет на грани того, что я могу рассказывать, не могу рассказывать, но в целом концепция такая, вы должны быть в человеке в тот момент времени, когда человеку прям... вот потребность возникла, все, вы первые, и благодаря современным технологиям это можно. Это с одной стороны, а с другой стороны, вы должны подогревать всю эту историю. Одно дело, когда вы позвоните в его ромаш, который никто не знает, с другой стороны, когда вы до этого обработали его таргетингом, там, пиаром, он вас услышал, а лучше вообще ТВ-маркетинг. Молча-молча в его маркетинг. Да. В сути, когда вы обработали и в таргет на позвонили, все. Сам таргетинг, ну, плохая история, потому что, ну, недостаточно хорошая, потому что еще конверсия здесь влияет, и конверсия может быть слабой. Звонок это очень дорогое предприятие, потому что тебя пошлют с большой долей вероятности, и, соответственно, если ты неправильно это делаешь, то у тебя экономика никогда не сойдется. Это одна история. С другой стороны, сам ТВ-маркетинг, он тоже бесполезен, потому что он не литгенит. ТВ-маркетинг это просто реклама. Да, 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 да. Вот и вот сам пиар, он не литгенит. И поэтому, а когда вот эти две вещи соединяются, эффект сильно растет. Вы того и делаете? Пока не делаем, но мы вот через пиар пока зашли. Пиар, вот эти все вот эти моменты. Сколько людей пишет Skyeng в Яндексе? Зависит от месяца, но у нас были, что 30 тысяч человек писали. 30 тысяч. Ну, я думаю, что 30 тысяч. Это, естественно, наши студенты не пишут, потому что они, как бы, у них прямые ссылки дохода. Ну, расскажи немножко какие-то фишки, которые были нам интересны, которые ты можешь рассказывать, которые может уже постепенно начинать о них думать, если даже не внедрять, но приближаться к этому. Ну, вот по маркетингу я сказал, вот очень важно быть таргетинговым, с одной стороны, с другой стороны, подогревать аудитории. Когда вот эти вещи работают. Подогревать контентом. Подогревать, там, контентом, YouTube-каналы у нас. Давай в контент тогда мы уже заглянем. Расскажи, как контент-маркетинг у вас устроен. Ты расскажи, вот даже не как сейчас устроен, а процесс, вот метаворфоз. Вот ты получился в бизнес-молодости и понял, что нужно строить контент. Первый раз вот про контент. Я думал, что это какая-то херня, если честно, изначально. Ну, что там контент, пишешь какие-то статьи. И мы действительно... Для меня в контент-маркетинг вначале была это SEO-оптимизация. Это когда много статей на сайт захерачивают. И там, они растут. Вот. И у меня было только такое представляение контент-маркетинга. Потом, в какой-то момент я понял, что вот когда пришел на БМ в МЗС был человек 5, у которого нет никакого канала маркетинга, кроме того, либо статьи пишут, либо на Ютубе просто видосики делают. Про то, как, я помню, был человек, который строит дома. Он просто рассказывает, как правильно строить дом. Человек, который рассказывает, как правильно делать моторы, ремонтировать. Ну, еще какие-то люди. И, по сути, люди смотрят это и дальше подписываются на их курс, покупают и так далее. Прикольно. И, как бы, может быть, попробовать. И мы в какой-то момент начали пробовать. А это первые попытки были первые, там много попыток были очень неудачными. Но потом все лучше, лучше, лучше. И в итоге, к чему это пришло? Потому, что мы делаем хороший YouTube-канал. У нас там сотни тысяч просмотров каждого ролика. У нас там несколько... сейчас не очень много, 250 тысяч, где-то так. Но это полгода где-то. Ты прилег в компанию кого-то, кто прямо рулит YouTube-ом? там... В компании есть идеология и техника, как это делать. И далее... Идеологию создаете бордом или маркетолог? Нет, это топы. Это вот ребята, которые занимаются маркетингом. Мы с ними там прорабатываем идеологии, а дальше на каждую позицию ищите человек, который лучше всего для него подходит. Либо он растет внутри компании, тогда мы постоянно его хвалим, повышаем. Хантинг делаете сами и внешний рынок? Да, вот... Ну, по сути, с маркетингом, конкретно с маркетингом вообще очень сложно. Вот с маркетингом у нас практически не получалось ничего особо хантить, потому что маркетологи многие переоценены, они еще те, кто начинает и что-то получается, они уходят в свои бизнесы, начинают в этих бизнесах сколько-то зарабатывать, им жизнь перестает быть интересна, они уже это были. В общем, у нас какая-то вот такая непонятная, поэтому мы больше растим внутри все-таки. У нас есть пару топов, которые с нами практически с самого начала, в которых мы вкладываемся, и у них есть свои команды, которые мы растим. Ну и тут важно сказать, что всем ключевым людям мы даем опционных компаний. У нас есть опционная программа, у нас по сути достаточно большое количество. Не секрет, какая у тебя доля у твоих партнеров? после всех инвестиций, размытий, опционного пула и так далее, ну где-то там от 25 до 30 у меня осталось. Ну, еще прилично. то есть, ты из 60 миллионов долларов имеешь четверть? Четверть, да. Но я думаю, что это правильно. На момент выхода Apple, когда на IPO выходило, там были по тысячу владельцев. Ну, подожди, твои же партнеры, они тоже не так сильно размыты, получается, что у фаундеров там... Фаундеров больше 80%. Это круто, это вы молодцы. Это вот прям... Молодцы, Да. И есть еще опционный пул, сейчас там небольшая часть его как бы определена, но у нас четкая концепция, если мы зарабатываем, то зарабатывают должны наши ребята, и если компания, ну, когда компания будет успешна, когда там мы продадимся или мы когда там синтегрируемся, ну, не суваживай. Главное, чтобы наши ребята, которые сделали вместе с нами эту компанию, зарабатывали тоже очень много. И поэтому мы даем эти опционные, они хорошие, и как бы к этому мы очень... Крометически менеджментом. По оценке 60 миллионов вы не продались, какая цель вы за... Какую бы тебе, если предложили цены, ты так бы колебался бы и скорее всего решился бы? Если бы мне... Ну, как оценили бы компанию, чтобы ты согласилась? Тут тут скорее будет другое. Тут будет в зависимости... То есть у нас есть определенный вижен, что мы хотим с этой компанией сделать. И мне кажется, эта компания может быть единорогом, может быть миллиардом. Потому что на самом деле удивительная вещь, но реально нет ни одного продукта в области английского языка, который доволил бы вас до результата. Нет ни одного. И как бы никто не может его построить. И такая же история была со многими другими дисциплинами в мире. Например, авиаперевозки. 100 лет назад, 150 лет назад, когда ты летел из Москвы в Париж, ты не знал, когда ты прилетишь в Париж. Или когда ты ехал. Ты не знал. Прилетишь ли вообще. Прилетишь ли вообще. Ты может... Там ветер не туда подул, тебя там... Сидишь. саббониваешься. Не знаю. Вот это все было... Такая метафора. А сейчас ты четко... Ты заплатил деньги, четко знаешь, что через 3 часа выбирать... Это будущее онлайн-образование в принципе, да. Ты будешь там. Почему? Потому что изменились технологии. То же самое изменились... Появились новые технологии в IT. Появились новые технологии в методике. Но нет ни одной компании, которая с одной обе стороны смотрела на методику, с другой стороны смотрела на сложный операционный процесс, с третьей стороны это все войти еще очень хорошо... Заплатил денег, через 3 месяца у тебя знание английского внутри. Да. По сути, мы та компания, которая это все объединила и по сути на основе вот этого мы хотим быть единорогом и мы верим, что... Для нас это очевидно. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы сделать лучший продукт. Чтобы этот продукт гарантированно давал результат. Чтобы этих 10 миллионов людей, которым потенциально нужен английский, выучили этот английский. Мы знаем, что сейчас мы сделали процентов 10. Но это самое крутое, что мы получили пруф своих гипотез. То есть, если 3 года назад я не знал, сработает ли наш подход с платформой, с обучением преподавателя. Было не очевидно. Это был, да, такой венчур. Более того, абсолютно был венчур. Более того, когда мы рассказывали, нам говорили, херня. Какие мечтатели, зеленые мечтатели. Если это нужно, а почему English First это не сделал? Нам все так говорили, а почему English First этого нет? А почему VKS этого нет? Ну, наверное, просто никому не нужно. Но сейчас мы получили пруф этой гипотезы. Сейчас понимаем, что мы сделали только 10% от нашего списка, а когда мы сделаем 50%, а когда мы сделаем 100%, это будет вообще принципиально другой продукт. И это точно миллиардный бизнес. И мы идем к этому бизнесу. И тут скорее будет, если мы будем продаваться, тут будет вопрос. Тот человек, который нас покупает, может ли он дать наполнительную синергию, чтобы мы развивались еще быстрее? И это было бы полезно для компании. Даже не компанию, получается, а долю. Долю, да. И почему? Потому что, на самом деле, для ключевых основателей Skyeng, меня, Хритон, еще ребят, Skyeng, это, да, это бизнес безусловно, он должен заработать, но это еще некоторая ступенька. У нас есть определенная концепция, какие технологии мы хотим вообще в мире развивать, как мы видим будущее мир, и как мы можем на это будущее мира повлиять. И Skyeng, это очень классный способ отработать некоторые эти концепции. И будет после Skyeng следующий бизнес, еще следующий. И тут безусловно бизнес должен принять. И если будет хороший покупатель, предложит хорошие деньги, ему, конечно, надо смотреть, потому что, ну, иначе это просто неконструктивное общение, бизнес должен зарабатывать. В целом, это, конечно, очень большая идея. Забросим это в будущее, какое ты видишь, какие технологии нужно прокачивать. Ты говоришь, у вас есть... образование... Ну, вот, ты сейчас затронул, что у вас есть понимание, куда нужно двигаться и какое-то будущее будет. Соответственно, в образовании, но в частности, ты вообще себя видишь в образовании больше? VR там, или что это? AR. Ну, тут зависит от того, на сколько лет вперед мы смотрим. Ну, понятно, что когда-то, по сути, ничего учить, никакого английского не нужно, у тебя в голове будет какая-то штука, которая там закачали, да, и так далее. Чипсунули. До этого образование, оно сильно меняет. Сейчас даже в обучении английскому языку даже стандартные академические школы признали, что академический подход к обучению английского, он неправильный. В смысле, нельзя тебе сначала грамматику выучить, пятое, десятое, а потом это... Обучение английскому должно быть контекстным. То есть, сейчас это обучение, это когда ты решаешь какую-то реально бытовую задачу используя английский язык, и твой мозг, как перцептрон, он тренируется на... Может быть, ты говоришь даже не совсем правильно с точки зрения правильного английского языка. Может, ты знаешь не все слова, но если ты конкретно свои задачи можешь решить, этого достаточно. Это очень хорошо видно в Силиконовой долине. Вот мы были недавно тоже, и мы анализировали... Вообще, мы делали спецкурс для разработчиков, хотим сделать совершенно другого рода продукт сделать, по сути сделать. Мы... Вот в школе, раньше у нас не было таких возможностей, но сейчас мы все больше идем. Не нужно изучать английский. Мы хотим, чтобы человек изучал реальные скиллы, которые ему в жизни нужны. Но да, если для них нужен английский, то мы сюда вставляем английский. Например, для разработчиков. Нужно CV написать, нужно метап провести, нужно устроиться на работу, нужно провести интервью на английском в Google, нужно с коллегами пообщаться по рабочим темам, по смолтокам. Мы, по сути, проанализировали все эти кейсы. Мы записали кучу таких реальных метапов, реальных интервью. Мы поняли вокабуляр, которым пользуются эти разработчики, менеджеры, пемы, продукты и так далее. Мы поняли, что они реально используют, что они в смолттолках используют, какие кейсы. И поняли, что на самом деле это немножко другой английский. Это не тот английский, который там в бизнесе изучает. А в Северном Далине вообще удивительно используют. Из-за того, что там очень многонациональная культура, куча людей с разных стран приехали, из-за того, что у всех разный английский язык, разная подготовка английского языка, из-за того, что у них всех разные акценты, они друг друга плохо понимают, то там английский схлопнулся до минимального количества слов. Потому что если ты будешь какие-то задротские, то, что там вокс вроде того, как... Вот эти штуки используют, тебя никто просто не поймет. А если тебя не поймет, значит, с тобой не могут нормально работать. И даже не важно, что ты прав. И поэтому там английский он схлопнулся. Там базовые вещи используют. Всем понятный, с понятым акцентом. Вот такой английский там стал. И мы это хорошо заметили, анализируя этот курс. И мы поняли, что надо другому учить разработчиков. И вот мы все больше делаем те курсы, которые реально результата ориентированы. Где результат, это не просто английский, это решить какую-то свою бытовую задачу. Тем более просто, ну это настолько охрененно, то, что какой-нибудь там программист из Харькова получает возможность работать на Одеске, там получать там 10-20 тысяч долларов в месяц. Просто, что он там узнал английский, его экспертиза теперь там международная становится. вот сейчас мы на этот курс когда делаем, мы поняли, что, а что нам сложного, как бы, ну реально взять интервью крутых разраб, которые поехали там в Google работать и так далее, и в рамках же курса английского языка научить его силе заполнять, оформить там профиль на биржах фрилансеров. Ну, то Деск, да, для программеров. Абсолютно. Хороший профиль на GitHub, ну, программисты там мерятся и GitHub, сколько у них коммитов, релизов, хороший профиль на GitHub создать, ну и так далее, сделать себе некоторую репутацию и у тебя сразу плюс зарабатывает. Больтого, мы видим, насколько он будет больше зарабатывать. Кстати, мы продаем курс. Вот, смотри, тебе курс, как тебе больше зарабатывать. Да, английский там идет блоком, без него нельзя, потому что все это будет делаться на английском. Но, опять же, это не сама цель английский. Это средство. круто, круто. Вы, по сути, такие уже интегрируете жизнь людей. Сейчас начнется там домохозяек учить, как правильно заказывать в этих китайских, английских, таких разных. Ну, или, например, девочка из Чебоксар, или там, женщина из Чебоксар, зарабатывающая 15 тысяч рублей, там, выучив английский, могла бы работать, например, на американский рынок и зарабатывать тысячу долларов. Мне кажется, самое востребованное для русских девочек будет как найти себе мужа в Европе. Ну, что угодно, да. Слушай, очень круто. На самом деле, вот, ты читал стэнфордские записки Питера Тилля? Такая очень известная история. Записки, не помню, книжку Питера Тилля. Ну, она из записок произошла. И там была идея такая, как проверить, может ли твоя компания быть миллиардной, этим единорогом. Это, что ты знаешь о мире такого, что все считают, что это бред, но ты точно знаешь, что это правда. То есть, по сути, ваши идеи, это то, что, типа, английский можно стандартизировать и давать за какое-то точное количество месяцев, да, гарантировать результат. То есть, эта идея может миллиардной сделать. Стандартизация, вплоть до того, что стандартизация, персонализация, как бы это глупо не звучало, но, по сути, что в Skyeng сейчас работает? Вот, обычная стандартная программа английского языка, это там, General English, забитые Оксфордскими учебниками. А у нас что уже сейчас? По сути, мы спартили сотни тысяч статей в интернете. Так раньше. Вот, мы взяли по 10 самых лучших блогов, либо журналов по каждой из тематиков. Медицинская, юридическая, финансовая, разработчики и так далее. Так раньше, например, вот такого уровня. И дальше, ну, спартили все статьи, дальше нарезали их на абзацы с помощью специальных алгоритмов. Там можно текст сжать, расширить. Такие алгоритмы у Абби есть, это наш технологический партнер. И дальше, мы, по сути, сделали так, чтобы все материалы, которые вы проходите на уроке, они генерировались, не брались из стандартного уровня, а генерировались на лету под вас. По сути, вот у вас есть какие-то с одной стороны интересы, окей, вы разработчики, но давайте так раньше. Вы предприниматель, айти предприниматель, все, так раньше вам в основном статьи будем давать. То есть, он когда оформляет свой профайл, он забивает, кто он. Да, абсолютно. Дальше, мы знаем ваш уровень английского языка и знаем, ну, поскольку у вас вся история лежит на нашей платформе, значит, знаем, какие слова вы знаете и не знаете. Окей, давайте тогда генерить сейчас упражнения, в которых содержат только те слова, которые вы сейчас взяли на обучение и те слова, которые по частотному словарю следующие, которые вам нужно выучить. И по сути, мы так персонализированную ленту под вас. Урок, это персонализированная под вас ленту, под цели, интересы, хобби и так далее идет. Да, это не идеально, пока еще работает и не на всех раскатано, но мы туда идем. Я уверен, через год-полтора это будет абсолютно точно хорошо работать. И по сути, это будет некоторый AI, Artificial Intelligence, искусственный интеллект, который подбирает под вас контент, все помнит от вас, все знает, помнит, какие вы слова запомнили, не запомнили, забыли, не забыли, потому что мы точно знаем, исходя из того, как вы учите слова в мобильном приложении, насколько у вас персональное кривое запоминание, насколько быстро вы забываете или вспоминаете слова. Значит, я знаю, если вы сегодня, это слово вам попалось, оно должно еще через два дня вам попасться. И, соответственно, эта большая скоринговая машина, она идет из базы 100 тысяч текстов, ровно тот текст, который вам больше всего эффективен. Вот. И это то, с чего мы загружаемся в преподаватель. Если раньше преподаватель должен был часы потратить, для того, что, вот это то в Эли-платформе, чтобы подготовить для вас урок, то теперь это секунды работы системы. Это то, что, почему преподаватели от нас не уйдут? Да потому, что без этой штуки он не сможет преподавать, а попробует учениц, скажет, что вообще не то. Это как, я айфоном пользуюсь, а мне Nokia подсунули, старую. Круто, 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 молодцы прям. Ну да, то есть, получается, там, по YouTube у вас есть какой-то главный за YouTube, да, соответственно? Ну, у нас есть директор по маркетингу, под которым большая команда. Кто-то занимает пиаром, кто-то занимается контентом, ну вот просто по производству, контенте есть, ну да, есть человек ответственный за YouTube, но просто тут нельзя так сказать, что он за YouTube, он все для YouTube. Тут скорее, они в очень большой связке работают. А контент разделяется на контент маркетинговый, контент продуктовый, или они пока что разделяются, но мы хотим их соединить, чтобы это была, по сути, единая продюсерская система, и у нас контент, он должен быть единым, и потом что-то в YouTube продается, что-то продается пользователям, что-то продается в пиаре и так далее, это идет в разные направления, но центр производства, он должен быть единым, пока что они разделены. У нас есть, ну и в любом случае есть большая часть образовательного контента, у нас тысячи уроков по разным тематикам сделаны, это просто большая-большая фабрика, там человек сковорно сидит, только делает эти уроки, потому что все равно, даже если у вас есть супертехнологии, все равно там достаточно много рутинного, ручного труда остается. Круто. Команда вся в Москве? Нет, это все дистанционно, это еще фишка нашей компании, на чем мы очень сильно сэкономили, мы научились дистанционно управлять большим количеством людей. И если я там верстальщик найму в Москве, это одна история, а если я там 100 верстальщиков найму в Донецке, и там по всему СНГ, это будет другая история. Если они очень четко и жестких регламентов работают, то это получается сильно дешевле, и эффективность работы сильно выше, потому что, ну, по сути, для них это там интересная работа. пишет, это отдел продуктов внутри или операционный отдел? У нас, я даже не знаю, как на этот вопрос отвечать, у нас в отделе продуктов есть как бы и ребята, которые отвечают за менеджмент, за операционку, и они пишут эти все регламенты, да. У нас вообще три блока в компании большой, это отдел продуктов, отдел коммерческий, и третий, это операционный, это который за всех учителей. Можешь ли как-то дифференцировать типы контента, то есть условно там фильмы на английском, которые вы переводите, потом там какие-то ролики там про грамматику, потом статьи, может быть, короткие ролики, смешные ролики. Просто перечислить, да, все? Да. У нас есть YouTube канал, и в YouTube есть несколько, ну, тоже сегментаций, там есть несколько блогеров, которые вещают для немножко разных аудиторий. Вы наняли блогеров и заплатили денег, чтобы они вам на YouTube канал создавали ролики? Да, да, да. Это вот первые. Потом у нас есть большое количество статей, которые мы пишем. У нас есть свой журнал. Вот есть самый лучший прецедент журнала коммерческого, который создала компания, это Тельков журнал. Вот это вот то, у чего мы учимся. Но у нас есть тоже Skying Journal свой, аналог. Как часто выходит? Раз в две недели сейчас. Сколько статей там, например? Сейчас точно порядок 10. У нас был большой хаб статей, который туда эволюционировал. Если смотреть все наши статьи, которые до все время были, там, конечно, тысячи. Но они такого качества, как то, что сейчас мы делаем. То есть у нас качество повышается, потому что количество не всегда переходит в качество. Одно дело для SEO-статей писать, другое дело Алиат Синьков журнал делать. Потом, естественно, социальные сети. Мы ведем социальные сети. У нас несколько групп во всех социальных сетях. Потом это Instagram, причем там тоже немножко разный Instagram. Потом это пиарный контент весь. Это, по сути, контент, который в СМИ продается. Вот. Потом отдельно идет образовательный контент. Это образовательные ролики, которые мы записываем. Они есть длинные, они есть короткие, они есть в виде вебинаров. Да, отдельно идут вебинары постоянно по базе. Потом отдельно мы создаем очень большое количество просто уроков, по которым интересно заниматься. Там урок про Гарри Поттера, урок про землетрясение где-нибудь произошло. Мы просто анализируем события, которые произошли интересные. если определенный интерес вызывает аудитория, мы делаем на основе этого события урок. По речи Трампа, например, урок, когда там санкции все эти были. И по сути преподаватель говорит студенту, слушайте, мы можем конечно по дженерал идти, а можем сейчас обсудить такую интересную тематику. И там он просто сегментирует, он угадывает математически, считает, что вам был бы интереснее, предлагает вам этот урок. О, последние уроки по биткоину сделаем по этих криптовалютам. Молодцы. Круто. Тренды. Ну, совсем, да, ловим тренды, делаем под них уроки. Это вот следующая стадия контента. Ну, и вот, наверное, какие-то такие основные. Прикольно. Ты учишь английский и параллельно изучаешь биткоины. Конечно. Ты просто интересен английский, потому что тебе интересно. Там больше проблем идет с преподавателем, потому что когда некоторые преподаватели, когда им нужно урок по биткоинам провести, они такие что? Вы задеваетесь надо мной. И тут другой нюанс. Когда вам приходят проводят урок по биткоинам, вы что-то в этом понимаете, а преподаватели вообще ничего не понимают. Особенно если ей за 60 там, например. Да. Ну, прикольно. По крайней мере. Но я уверен, что в будущем вот вы спрашивали про технологии, да принципиально все изменится. Во-первых, вот мы есть N технологий, которые мы мониторим. И мы хотим быть первыми в мире, кто эти технологии интегрирует в систему обучения. И, собственно, почему мы там быстро растем? Потому что мы реально интегрируем сами современные технологии. Технологии распознавания речи, например. По сути, она очень крутая. И на сегодняшний день она в тестовом версии только работает в Skyeng. Потому что это достаточно дорогая технология. На сегодняшний день минута распознавания речи она достаточно дорого стоит. Распознавание именно языка, чтобы перевести его? Что вы говорите конкретно? Вот хорошего качества распознавания речи, вот есть хорошего качества у Google протокола, но они достаточно дорого стоят. Там есть другие компании. и мы не можем как бы у нас экономика не сходит если мы все распознаем. Но на FPS версии у нас что работает? С вами говорит преподаватель и эта технология распознает вашу речь, мы четко понимаем то, что вы говорите, а значит понимаем ваш активный словарный запас. Это значит мы реально понимаем что вы используете, что вы используете. И тогда тот контент в уроке, который вы принимаете, он уже подделывается под это и он использует те слова которые у вас в пассивном словарном запасе. Никогда преподаватель это все не сможет анализировать. Вот это технология распознавания речь. Извини, а оно дорого потому что сервера нагружать сильные? Ну просто они есть трех компаний в мире и каждая компания чаржит достаточно большие деньги за распознавание. Microsoft, Amazon, еще Google, ну быстро распознает или забрасывается и там какое-то время оттуда дует? Достаточно быстро на все же день. И это первая технология. Вторая технология это сейчас технологии перевода стали очень крутые. По сути они идеальны. Следующая технология это технология генерации речи. По сути наверное лет через пять ну пять может семь школа подобная наша там может быть и преподаватели в том версии которая есть сейчас будут электронные преподаватели потому что технология вот этот чат-ботов у нас сейчас очень крутая у нас внутри компании работают чат-боты они реально отвечают студентам на кучу запросов стандартных они могут ответить и собственно и что если мы соединим технологию чат-бота которая с вами говорит технологии генерации контента под вами технологии генерации речи а можно генерировать речь сейчас уже эмоциональную с эмоции с технологией распознавания того что вы мне будете говорить то все это получается если все это в месяц и день получается электронный преподаватель который с вами будет говорить а из-за того что у нас есть миллион записанных уроков эту нейросетку мы обучим обучим лучше всех в мире потому что никто не имеет таких данных и все и это совершенно другой подход и вот сейчас это невозможно сделать ближайший вместе когда это станет возможным и вот каждую технологию появилась возможность Google два года назад сделал возможность чтобы в хроме в браузере видео-аудиосвязь поддерживать через сервера раньше это была флэш и там очень сложно было это все записывать а вот Google сделала технологию мы зарелизили буквально несколько месяцев после этого все мы записываем все уроки и вот мы постоянно стремимся там новые технологии например появилась технология распознавания образов сейчас очень круто все у нас как бы теперь весь контент скайинга он еще более интерактивный стал вы буквально на любую картинку щелкаете он у вас определяет что на этой картинке есть там трава лес тут же вам перевод этого все дает и тут же подгружает это ваш личный кабинет для обучения прикольно прикольно слушай а вот вообще как бы такую классическую инфоворонку когда ты делаешь платный трафик посмотри уроки потом купи со скидкой или попробуй первый бесплатный урок вы такое делаете ну у нас то есть здесь у нас тоже сделано не идеально мы над этим работаем но вообще как это работает сейчас ты зашел на сайт у тебя ютуб ты увидел зашел на сайт дальше тебя подписали на первый бесплатный пробный урок ты прошел пробный урок там тебе все хорошо продали тебе час рассказывали о том чего ты достигнешь если будешь изучать английский язык почему английский язык надо учить именно у нас а продает конкретный преподаватель нет это фишка когда мы сажали туда преподавателя у нас конвертия были не такие хорошие преподавателю сложно научить продавать тем более если это будет преподаватель то тогда ну если он будет сам для себя брать ученика они быстро забьются и он уже не сможет проводить пробные уроки но всегда пробные уроки будут проводить разные люди они не успевают тренироваться на них это у нас специально отобренные преподаватели с скиллз они могут даже не быть методически грамотными но их важно чтобы они умели тебя замотивировать на первом уроке и конвертнуть в продажу дальше если вы сразу не конвертнулись есть первая следующая линия продаж которая вам будет звонить и заклебет пока вы не заплатите вот сейчас такая воронка это база воронка которая всегда работала в скайнинге но сейчас мы пересматриваем эту концепцию потому что лидов стало сильно больше мы из-за того что мы по сути уже там ну можно сказать там в онлайне мы точно самая большая школа даже близко там следующий там в 10 раз меньше что-то такое в оффлайне мы тоже уже к концу года будем самая большая школа чем любая школа в оффлайне и и поэтому мы должны через себя пропускать очень большое количество трафика у нас на 2000 оплат больше 20 тысяч лидов ежемесячно ежемесячно да люди пришли они ну увидели где-то баннер подали вам нужно видео селс-леттер знаешь что такое видео селс-леттер это ну по сути такой вебинар сокращенный до 12 15-20 минут где вся система рассказывается и ты не можешь остановить это видео это такой по сути продажник который держит твое внимание фиксированное количество времени и он конвертирует в продажу сразу сейчас мы по сути думаем как сделать так чтобы вот у нас сейчас 20 тысяч лидов в конце через год будет 50-70 тысяч лидов в месяц как нам сделать так чтобы эти лиды мы ручками если их всех через пробные уроки гнать тогда это будет неокупаемо у нас и так по холодному каналу проблемы с окупаемостью начали и нужно сделать так чтобы мы их подогревали к другому да наверное через эти вебинары но что мы сейчас делаем ну это различные системы типа сначала конвертнули на селф-станис сначала конвертнули на какую-то систему бесплатного самообучения потом на обучение но тут надо очень четко сегментировать этот трафик чтобы случайно не отправить на самообучение тех людей которые уже готовы заплатить вот сейчас мы над этим работаем но вообще в будущем это будет скорее всего набор продуктов которые ну этот хорошо на маркетинговой конференции по сути которые в Сан-Франциско да в Сан-Диего нужно по сути эту аудиторию сегментировать и дальше по разным кому-то может сразу продавать а кого-то чуть-чуть подогревая подогревая продавать соответственно подогреваем иногда через ну например в том же ютубе например вот мы в ютубе сделали классный ролик 400 тысяч просмотров одно дело типа сказать идите сюда в Skyeng учиться одно количество людей это тоже надо сделать потому что все кто готовы они уже пойдут но не все готовы они такие о увидите пробный урок сейчас у меня что-то влом а давайте не пробный а давайте я скажу а вот если вы не готовы к этому вот идите сюда здесь есть урок по нашему видео сегодняшнему вы сделаете урок и по сути там ну сделаете урок будьте молодцы видео выучить они уйдут на эту страничку делают там урок наша система уже запоминает их ставит куки куда нужно ютуб потому что мы не можем поставить куки там если у нас есть правильная интеграция с DMP базами данных то мы соответственно уже телефоны можем получить дальше идет такая тема что он уже поработал с нашим сервисом он уже видит возможность этого сервиса он уже здесь оставил какие-то данные дальше ему рекомендовал вы сделали этот урок сделать еще вот эти уроки ну и начинается продажа цепочка продаж вот и сейчас эти цепочки плохо развиты но я уверен что через год мы как бы сильно больше в этом прокачаемся и тут ну или например у нас там вплоть до того что мы подумали а что делают а где наши пользователи вообще ловить что они делают вот вообще что может быть связано как можно учить английский язык можно селстади учить а лингу леву ну давайте с ним партнер пусть делали а что еще как мы можем вообще узнать что пользователь в принципе гипотетически интересен английский язык а фильмы на английском наверное он смотрит а фильмы на английском где можно смотреть на нетвиксе амазоне международных двух кинотеатров больших и есть в России там видеотека окей а давайте мы сделаем экстеншн чтобы ему было удобно эти фильмы смотреть ты по сути заходишь ну неудобно смотреть фильмы когда ты плохо знаешь английский но наш экстеншн позволяет то что у тебя там субтитры появляются субтитры кликабельные ты навел увидел перевод это слово если ты не знаешь добавилось в твой словарь ты выучил его соответственно эта система помнит если видишь что это слово ты уже добавил в словарь оно тебя там его подсвечивает как-то дальше она помнит что вот это слово ты не знаешь поэтому когда фильм доходит до этой секунды он немножко замедляется до 0.7 ты расслышал это слово ну и дальше идут куча таких моментов плюшек которые позволяют этой системе это если они смотрят через ваш кабинет или если они там сможет это уже не важно если он установил наш экстеншн он может сразу идти на медитеку смотреть через медитеку а вы партнерку сделали с Нетфликсом или это нет тут даже не нужен патрон просто мы установили тебе наш экстеншн а экстеншн может полностью в браузер да в браузер и он полностью модифицирует любую страницу поэтому ты можешь так же фильмы смотреть а ты можешь потом не знаю там на BBC News зашел там и он форматирует BBC News под нашу школу соответственно ты можешь на любое слово там кликнуть он показывает тебе перевод что ты не знаешь опять же он показывает все слова которые ты здесь знаешь не знаешь а тут еще фишка идет то что когда ты это все делаешь я вижу какие статьи ты читаешь я вижу какие фильмы ты смотришь это же баня ты собираешь да о нем я понимаю какие статьи ты читаешь а значит я понимаю какие слова тебе нужно знать а значит я соответственно еще больше обучаю свою систему и вот это все вот так понемножку понемножку накапливается накапливается вплоть до того что сейчас мы сделаем интеграцию с Яндекс.Музыкой ты там идешь на Яндекс.Музыку текст песни не знаешь нажал специально клопку Skyeng тебе текст песни показался ты там круто-круто опять же все слова которые ты знаешь подчеркнут ты не знаешь подчеркнут другим образом ну вот и так далее такие интеграции за интеграцией да мы прям роботы уже да молодцы то есть получается вот если вернуться еще раз все-таки к структуре маркетинговой ты говорил что половина где-то это типа там пиар плюс сарафанка как ты говорил 20% это что уже контент-маркетинг да а вот остальное это что много разных каналчиков давай углубимся в управление немного то есть расскажи как ты строишь команду как ты управляешь какие программы профессиональные используешь там слэк трейл ну то есть какие сирен да обычно спрашивают вопрос что ключевое в бизнесе что в чем там секрет успеха понятно есть некоторая стратегическая вещь с нишей которую мы гадали но самое наверное важное я считаю это вот сбор правильной команды это вот прям большая часть успеха и здесь конечно очень важно то каких людей вы набираете кто у вас топ-менеджеры как они замотивированы ну это так далее это вот супер важная вещь если говорить конкретно что мы используем да честно говоря нельзя сказать что мы да естественно у нас есть слаг у нас есть джиро у нас трэлла есть ну все что ты сказал у нас есть и тут скорее каждая команда использует немножко разный интерфейс зависит от того чего удобно ну в целом ну какие-то топ типа топ-3 топ-5 фишек в управлении от Георгия Соловьева это дадим твоему пиа-отделу сразу наверное даже не скажу но первое это знаем команды если вы SEO предприниматель вы всегда должны думать если у вас есть амбиция построить миллиардную компанию если у вас амбиция построить лучшую компанию по крайней мере на российском рынке вы должны думать а вот вот этот человек у меня лучше он способен управлять компанией которая будет лучше в России он способен быть топ-10 людей в своей индустрии в России если ответ да то он остается и растет с компанией если ответ нет к сожалению надо искать менять надо думать вот и особенно это касается принципиальных направлений в нашем случае это продукт операционно-коммерческий подразделение вот как ты их ищешь начали ну все-таки это в некотором смысле хантинг это я смотрю на рынок ну как не то что хантинг это я смотрю на рынок смотрю кто клевый смотрю что мне нравится что тебе нравится в какой-то конкретной компании да знаешь кто это сделал да и дальше привлекаю либо этих людей либо людей которые меня выстраивали либо людей которые потенциально могут это сделать но пока еще более ну на меньших позициях работают а кто это сделал ты как узнаешь ну ты общаешься с человеком ты просто приходишь за кофе спрашиваешь как у них устроено с основателем ну с основателем директором там и понимаешь шарит человек или не шарит ты в какой-то момент ты можешь понять ааа он в принципе понимает но видать это не он придумал потому что он за границей не понимает а дальше говоришь а кто у тебя это сделал а он тебе говорит ты с другим человеком встречаешься ааа вот теперь понятно кто тебе вот там такая история но вообще это постоянный мониторинг рынка постоянный мониторинг лучших практик ну например там вот один человек который у нас работает в операционном подразделении которого я большую надежду я предлагаю как по сути я с ним и я как-то пишет мне просто в фейсбуке девочка и предлагает школу английского языка я такой по фану отвечаю ей и смотрю блин как она со мной общается я просто там подофигел думаю ничего себе так хорошо продает и как раз вот по Хаббарду все все по Хаббарду продавал курсы была основана ребятам которые саентологи дальше я такой думаю блин нифига себе как клево-то ааа уже почти купил уль да я думаю наши продажники так не умеют ну-ка давай я ну нахожу у меня там фейковый профиль был нахожу я звоню я в Питере был как раз звонил я с тобой хочу встретиться хочу с тобой пообщаться неважно куда приеду куда угодно что хочешь оплачу мне с тобой надо ну встречаемся я у нее начинал расспрашивать как это она все делает и так далее она мне рассказывает понимаешь что это херня какая-то ну то есть делать она все круто но не понимаю ну не она я думал что это сейлс-менеджер просто хороший изначально я начинаю копать ну короче докопался до того человека кто как бы это все там скрипты сделал там там даже не скрипит там философия ну в смысле это больше чем скрипты там скрипты скрипты они всегда разные сегодня одни через полгода другие там они меняются от продукта и так далее есть некоторые философии которые надо продержать окей а дальше я просто мониторил когда этот человек он либо выходит на рынок труда либо там ему что-то в компании не нравится ну это в этот момент таргетингово оказываешься и делаешь оффер работать в компании вот и так я мониторю десяток человек на сегодняшний день просто знаю какой статус где как у них с руководителем их текущих делах что они там какие планы ну вот это да так сразу не скажешь молоденький еще безбородый как раз как раз не вызывает да потому что специалисты пока что скайник это маленькая компания достаточно и очень трудно везде все равно мы выращиваем людей но по некоторым компетенциям очень трудно выращивать если он уже работал в образовательной компании уже годы уже у него неплохой трекшн то почему бы я его не взял не интегрировал к себе и за счет того что здесь у нас крутая маркетинга он еще сильнее вырастет поэтому мне нужно его мониторить но это такая концепция но сейчас все больше начинает работать еще другая концепция когда мы берем и выращиваем людей потому что когда ты уже собрал всех лучших с рынка пусть сейчас это еще не так но через год это уже точно будет так когда ты собрал чтобы дальше расти тебе ты уже и так самый экспертный я вот сейчас не могу скандить ни у какой онлайн школы ой не то что онлайн оффлайн школу методисты не могу нормально сходить потому что они не соображают ну в смысле наши методисты из-за того что они так много в IT поработали они уже лучше понимают во всем этом и тогда уже начинается система учить тогда ты набираешь способных с максимальным потенциалом а здесь немножко другая стоит здесь уже другая воронка и самое лучшее у нас в продукте построено тут мы по сути вот у нас компания сейчас более 10 продуктов и я хочу сказать каждый из них подборный человек и мы это участие на всех профессиональных конференциях мы выступаем на всех профессиональных конференциях нас всех знают если вы приезжаете на конференцию скайп по продукту то все точно это будут самые зажигательные доклады и мы специально к ним готовимся мы прям делаем это шоу это не просто доклад это шоу потому что это возможность выставить 500 человек люди которые потенциально могут прийти тебе на работу это реально шоу то есть вы создаете шоу для того чтобы привлечь в себе потенциально новых людей в команду вот это первое второе это если есть какие-то вещи где эти люди проходят обучение например какой-то курс для них делается мы тоже там выступаем если далее мы делаем для них тематические какие-то штуки топ-20 книг для продукт-менеджера все продукт-менеджеры россии они видят что это сканинг сделает если сканинг это сделал то это круто мы записываем для них видео как сейчас мы с вами записываем видео точно так же у нас есть ряд видео про продукт-менеджер как устроен продукт-менеджер в компании сканинг и они смотрят они видят насколько это охеренно они понимают что они хотят работать в компаниях где так охеренно все и они приходят к нам на работу и вот такие вещи мы прописали себе те же публикации на гитхабе как у нас все устроили что мы делаем это понемножку-понемножку раскачивает бренд и мы берем людей вот это то есть первое это хантинг о том, как я говорил когда ты берешь лучших с рынка просто монитория второй уровень это когда ты создаешь супер бренд и берешь те, кто уже не супер топовые но уже хорошие с потенциалом но просто за счет хорошей воронки и третья вещь которую мы пока не умеем делать которую мы хотим научиться я уверен, что вот например тот же ТКС на этом в свое время очень хорошо вырос это брать молодых амбициозных которые очень хотят и выращивать их ну то есть тут надо просто это очень это самый рискованный момент потому что два года назад три года назад это не работало это будет работать тогда у тебя уже есть профи в компании которые могут вырастить вот мы будем сейчас проводить лекции на физтехе у нас там целый курс мы будем делать такое некоторое шоу чтобы самых амбициозных забрать себе и скорее всего мы это сделаем с большей вероятностью чем даже тот же Яндекс.Мейл потому что Яндекс.Мейл когда делают лекцию на том же физтехе ну приедет там их менеджер десятого колена который как-то скучно прочитает лекцию у которого нет никакого ораторского матерства и за счет бренда они туда пойдут но мы можем это сделать лучше и собрать лучших ребят вот сливки самые мы хотим это попытаться сделать да это будет на год на два проект но я уверен что эти люди через год-два будут теми столбами на которых будет держаться Skyeng и вот более долгосрочный мы будем тестировать вот это по поводу людей для меня есть вот такие три способа а дальше по каждому у меня есть большой чек-лист что нужно сделать чтобы это сработало Георгий нас сейчас смотрят вот я думаю твои конкуренты кто-то большие а кто-то вот такие такие только вот думают про онлайн-школы репетиторы и вот я думаю с одной стороны я бы смотрел и думал блин все уже я тут типа не построю миллиардную компанию а с другой стороны человек который с позитивным мышлением он такой смотрит и думает блин ну я хоть чуть-чуть но буду похож вот как ты думаешь вот сейчас же ну там сотни онлайн-школ а какие-то там зарабатывают по-английски по-английски кто-то зарабатывает 500 тысяч рублей кто-то зарабатывает несколько миллионов ягодкин есть по-моему 10 миллионов у нас сейчас тоже в акселераторе есть девочка она классно сделала ютуб-канал вот у вас 250 тысяч человек а у нее 100 тысяч человек она естественно не такая глубокая системная с точки зрения вот этих всех IR-ов и она даже не будет это делать ее задача там зарабатывать несколько миллионов рублей в месяц да вот здесь вопрос такой вот там можно ли с тобой как-то партнер валиться потому что они у них есть амбиции иметь свою школу да но нужна двоя технология вот вы делаете что-то для этого и в целом есть ли у них шанса дальше продолжать зарабатывать или ты скоро скупишь весь рынок весь контент и они будут ну именно про английский язык тут такой момент то что все-таки мы делаем платформу технологическую и наверное вот в этом конкурировать с нами ну все-таки сложновато надо адекватные там команды иметь и здесь но честно говоря я не пожелал бы никому этим заниматься потому что там очень большие риски очень большие расходы вот это первая история но при этом все-таки английский язык это такая штука что там всегда есть некоторые авторские методики некоторые авторские подходы и они будут жить даже если мы все равно будут школы вот какой бы большой мы не были будут школы там по 100-200 студентов точно которые делают работу на некоторой методике авторской где есть автор здесь есть личная харизма личная харизма да потому что если у вас хорошая харизма вы можете главное довести с человека до результата и вот по личной харизме вы можете это делать лучше чем мы с всеми нашими технологиями мы много раз говорим это просто как ты говоришь что есть преподаватели которые неиспользованы которые ничего не делают но гении и они делают там суперретеншен и вполне возможно вы такой гений вы делаете этот суперретеншен и вы еще этой гениальности можете еще там 10 преподавателей 20 вокруг себя зарядить которые тоже так же делают да возможно из этого ну невозможно на чистой харизмой построить сильно большую систему управления но при этом но явно можно зарабатывать больше чем быть у вас преподавателем. Да, явно можно зарабатывать больше. Ну так что будущие владельцы онлайн-школ, вы, если думали сделать онлайн-школу по английскому, не расстраивайтесь, что есть вот такие акулы и монстры. Для вас тоже найдется местечко на рынке. Я бы хотел еще про управление спросить. Более того, мы раздавали год назад у нас был такой спиртинг, мы раздавали свой софт полностью онлайн-школам английского языка. Мы просто бесплатно отдали. Сказали, пользуйтесь, делайте. Мы готовы вам помогать. Ну потому что, опять же, мы понимаем, что наша методика, это не единственное правильное. Можно на основе этого штуки десятки методиков создать. И мы хотели, у нас была мысль такая, что придут школы, вот придут какие-то харизматичные такие преподаватели, сделают свои школы, и мы им сделаем такую платформу. К сожалению, не получилось, потому что мало оказалось людей, мало таких людей, которые готовятся делать. Ну вы думали сделать такое САС-решение, чтобы ЛМС подать им? Ну типа того, да. Мы думали, что... ЛМС подать им? Да, и по сути, может быть, потом и дать трафик и так далее. Но, к сожалению, мы практически не нашли нормальных, сильных партнеров. Они все были слабые, непонятно сами на чем хотели зарабатывать. Ну в итоге пришлось это все свернуть. Мы подумали, что да, рынок не готов. Ну может через год еще раз попробуем. Про управление. Ты управляешь как? Ну то есть стратегически, больше в операционку лезешь. А каким количеством топов ты управляешь? Какая у тебя, например, система отчетности? Вот немножко. Хорошо. Есть три ключевых человека в компании, которые работают. Это коммерческий, вот, это продуктовый и это операционное подразделение. Там много человек, но как бы сейчас так получается, что по сути роль руководителя операционного я сам и выполняю. Операционное что-то? Вот коммерческое, это маркетинги и продажа. Продукт, понятно, продукт, это IT-платформа и методика обучения. Операционное что это? Это управление всеми учителями, обучение всех учителей. Ну это часть продукта, по сути, такая только выведенная. Только если продукт, это все больше пройти, а операционка, это все больше с людьми. Да. Вот по сути, я и сам управляю, но, конечно, мечтаю найти человека, который без меня есть. А маркетингом кто управляет? Вот дальше под коммерческим, есть несколько направлений. Вот это, собственно, маркетинг, продажи и B2B продажи. Вот у нас три направления. Это под коммерческий. Под продуктовым, там, соответственно, много всего. Там технологии, это, по сути, вся разработка. Ну это сами продукты, конечно, это аналитика, это тоже часть контента, ну и там дизайн, ну и еще несколько направлений. Вот. И в операционке там тоже много. Это найм, это обучение преподавателей, менеджмент преподавателей, менеджмент контактного центра, саппорт весь, опять же аналитика и так далее. Вот это, по сути, три столпа, на которых держится компания. Ну и есть несколько дополнительных подразделений, которые тоже приходится менеджерить. Это финансовый блок, это HR-блок, это, по сути, блок, мы называемый бизнес-развитие. Это какие-то внешние продукты, которые нельзя привязать ни к одному из вышеперечисленных блоков. И бизнес-развитие сюда входит, и все внешние партнерства такие, прям стратегические. Ну, по сути, у меня, получается, вот два основных, вот и в коммерческие блоки, я практически не вникаю, и в продуктовые, там, потому что очень сильно. Операционные, к сожалению, пока еще приходится много вникать. И так исторически ложилось, что я был, мы троем когда делили, я достался операционно, потому что никто не хотел убрать. Вот, я надеюсь, что я очень скоро вырасту из этого уровня. Вот, и вот эти три основные, и вот несколько саппортищих. Окей. А по тому, вот ты спросил, как и управлять, какие там показатели, не показатели, ну, у меня есть стандартная. На всех встречах со всеми, ну, я обычно работаю и с первой линией, с кем я сказал, да еще со второй линией. Это сотрудники тех, кто здесь, ну, там, с ними реже, но тем не менее тоже, когда там есть какие-то проблемы, или я вижу, что можно ускорить, я подключаюсь. Вот, и дальше у меня есть несколько основных инструментов. Первое, это финансы. У меня четкий бюджет по всем подразделениям. Я знаю, сколько они должны потратить в этом месяце, в следующем, там, до конца года, по сути. Четкая финансовая часть, планы, факты. Второе, у меня четкий KPI, причем KPI по всем подразделениям есть, четкие цифры, какие они должны достигнуть. Есть KPI, а есть еще опережающий показатель, так называемый. Это показатели, которые не всегда, то есть KPI может выполняться, но иногда может так получиться, что KPI выполняется просто потому, что рынок хорошо идет, а не потому, что человек хорошо работает. Или просто сейчас так случилось. А, например, долгосрочно тенденции такие, что KPI не будет выполнять. Поэтому вводятся такие опережающие показатели, которые в случае их роста, долгосрочный KPI точно будет выполняться. И вот у меня есть KPI и есть большой, даже больше опережающих показателей. Опережающие показатели, это такие предвестники. Предвестники, да. Например, просто. Да, например, давайте я не из нашего бизнеса приведу, потому что если из нашего было приводить, то меньше будет понятно. А, например, из ритейла. Вот есть KPI у директора магазина, чтобы продажи были высокие. Но если вы будете всем сотрудникам говорить, что делайте высокие продажи, ну это будет такое, ну как бы не все поймут, что им конкретно делать-то. Делать-то что? Ну точно так же, привлекать много лидов. Для одного это понятно, а для второго делать-то что? Ну, лидов хорошо, а делать-то что? И, соответственно, в магазине это может быть следующий опережающий показатель. Первое, ты там раз в час проходишь по всем полкам магазина и смотришь, что на каждой полке есть товар лежит. Потому что люди приходят, товар заканчивается, соответственно, товара нет, люди не купят. Все. Ну, понятно. Ты, по сути, контролируешь, что и у тебя по-любому там, если ты плохо менеджишь, там 80% товара может на полках не быть. А если ты хорошо менеджишь, будет 99%. Ну, в твоем случае, например, отдел контента, он должен заранее иметь уже там расписанный контент-план и уже должно быть воронка. Там 100 статей, если нет 100, то значит в следующем месяце. Ну, например, по преподавателям, опережающий показатель, у какого процента студентов преподаватель посмотрел в Facebook профи. Или у какого процента студентов преподаватель там заполнил карточку цели. Если он не заполнил по вам карточку целей с марта, значит скоро закончится... Значит, он вообще преподает вам. Значит, он не задал определенное количество, а как это следить? Задал или не задал? Георгий, скажи, сколько ты часов в день работаешь? Скорее всего, немало. И вот ради чего? Что тебя драйвит? Куда ты идешь? Ну да, действительно, работать приходится много, потому что скайнинг в активных, а не даже выходные, вот даже вот это, это все-таки, в смысле, работа. Вот. Почему я все это делал и вообще зачем начинал со скайнинг? У меня есть мечта в жизни и есть такая сильная вера в то, что это может прозвучать там как-то странно и лет десять назад это вообще звучало очень странно. Сейчас еще вроде люди слушают. Я верю, что те люди, которые уже сейчас живут, вот нашего с вами возраста, они никогда не умрут. Ну, Рэй Курцилл так говорит, да, всяком случае. Да, что наша задача вот текущего поколения это сделать обессмертнение человека, потому что человек умирал из-за того, что там, ну, есть дарвинская теория, по сути, чтобы это все обновлялось, но сейчас человек развивается гораздо быстрее, чем развивается его генотип. По сути, сейчас вот эта смерть, это пережиток. Я уверен, что люди перестанут умирать. И, собственно, вот эта золотая линия, которая происходит через всю мою жизнь, это с детства помню. Потом, почему я пошел на физику, я думал, это самая фундаментальная наука, и она ответит на этот вопрос. Потом я понял, что это не так. Я пошел заниматься биологией вот этим во Францию, в Германию. Потом понял, что это слишком долго пошел в бизнес. Выбрал скайминг, потому что это классный стейк технологий, с одной стороны, технологий мозга. В будущем это просто заливка в мозг знания, это как некоторая матрица, можно так представить. И вот все это степ-бай-степ к тому, чтобы приблизить человечество к бессмерти. Вот я верю, что это будет. Да, я тоже верю. Я прям очень хотел бы это заняться. И те деньги, которые я заработаю на Скайенге, я обязательно инвестирую в эти проекты. А ты знаешь, что это то ли Цукер, то ли Брин уже это делают? То есть один инвестирует деньги в то, чтобы преодолеть старение, феномен старения, а другой в как раз бессмертие. Там чуть-чуть, там по-разному это говорят, конкретно Брин, это по Паркинсону, по-моему, тема. Но это тоже старение. Одно дело, люди стареют, но, к сожалению, ряд людей лишаются рассудка раньше, чем они постарели и умерли. Из-за того, что Альцгеймер с Паркинсоном. И у Брина генетическая предрасположенность к этим заболеваниям, поэтому он там несколько миллиардов своих вложил в исследование это. Почему это происходит? Ну там не только это вообще, ну ладно, это отдельная история. Ладно, мы со своей стороны искренне тебе желаем стать единорогом, десятикратным даже единорогом. Очень крутое интервью, спасибо тебе огромное, желаем тебе большой удачи. Пусть вообще там все мировые потоки энергетические тебе благоволят, и пусть у тебя все получается. Прямо все очень круто. Ну и успеха ребятам, которые делают свои онлайн-школы. Я думаю, за онлайн-школами будущее, и в обучение все идет в онлайн. Если лет 5-7 в это никто не верил, то сейчас это уже очевидно. И оффлайн вымрет, будет так онлайн. Да. Да.